Всем привет, с вами UwebDesign, это подкаст «Суровый веб». Сегодня 3 января 2016 года, выпуск номер 108. Всем привет. У нас первый подкаст в новом году. Все подкасты до этого прошла годня уже, как хлеб, который остался. Я очень надеюсь, что кто-то очнулся, кто-то выжил. Да, я очень надеюсь, что у нас есть для вас несколько громких тем. Инлайновая валидация форм. Учим продажника говорить с программистом. Ютьюб не уйдет из России. Погнали. Ну смотри, у нас уже только 2017 начался, а уже хорошие новости. Ютьюб не уйдет из России, например. Только начался, а уже начался, поэтому мы переходим на uwebdesign.ru и говорим наши классические мотивирующие вещи. Ты знаешь, первая не такая классическая, первая мотивирующая вещь о том, что теперь можно не париться и просто зарегистрироваться у нас на сайте uwebdesign.ru и больше никогда не вводить вот это все дерьмо ваше, которое вы вводите при комментировании. Согласен, да. А на самом деле регистрация нужна для того, чтобы оставлять свои комментарии с темами. У нас в сайтбаре можно зайти в пост, который предполагает как раз оставление комментариев с темами, с вашими, интересными. И мы их рассматриваем каждый выпуск. В конце выпуска обязательно самые интересные рассматриваем. Да и не только в конце. На самом деле у нас уже и выпуски частично из ваших тем состоят. Да, поэтому... Может не радовать. Спасибо вам за интерактив. Если вы вдруг хотите как бы свою мысль до нас донести, возможно вы хотите признаться в любви своей женщине через нас, то обязательно ссылку, пожалуйста, приложите еще на тему. Это да, обязательно пруфы. Но вообще да, вот здесь в сайтбаре я показываю для наших уважаемых подписчиков, которые смотрят, которые настроились на наши видеоволны. И да, я думаю, что пора переходить сразу в дизайн. Не, пора еще знаешь что сказать? Что у нас для крутых парней, которые сидят с макбуками Pro, или просто с какими-нибудь обычными ноутбуками, но хотят его украсить, так скажем, можно у нас приобрести спокойненько стикеры. Точно, точно. Как же я мог забыть? Перейдя по хитросплетению ссылок, вы можете попасть в наш паблик ВКонтакте. Да, и там есть два товара. Один из них это, собственно, логотип UwebDesign, то есть та самая планета, которую все любят, с ракеточкой. Да. А вторая это стикер UVD Games, нашего сайта проекта с играми. Все ссылки, конечно же, в описании. И да, здесь они всего 160 рублей, доставка включена, поэтому не пропускайте, это прям суперкрутой винил. Я считаю, что все останутся довольными, каждый просто, кто. Уже некоторые подписчики даже получили. Я вам больше скажу, он знаете, как работает? Вот у американцев, я не знаю, как в России, или было, или не было, есть такие, короче, пластыри от курения, ты на себе на задницу наклеиваешь, он у тебя висит, и курить неохота. Вот то же самое, только тут хочется верстать сразу, как только наклеил. Возможно, на задницу. Согласен, поэтому запаситесь, купите несколько, один для задницы, один для ноутбука. Именно в этом порядке. Да. Как бы для ноутбука уже, если останутся. Ну все, переходим к нашему основному контенту подкаста, чтобы вы не думали, что мы здесь, опять же, растекаемся мыслью по древу. Дизайн. Сегодня кто-то там в комментариях растекался мыслью по древу, я помню, там кто-то писал. Ну для третьего января, простите, это нормально. Растекаться это нормально еще пока, да. UX Design CC, опять же, снабжает нас темой. Forms need validation, они нам говорят. И это опять Эндрю Койл, которого мы неделю назад обозревали, хотел сказать, но мы не его обозревали, а тему, которую он нам предложил про формы, и про то, что плейсхолдерный текст, помнишь, Никита, еще? Да, да, да. Неделю назад, казалось бы, было, а уже как будто бы в том году. Так вот, формы нужны, валидация для них, а именно инлайновая. Такая, которая прям вот вы пишете форму, и сразу вам говорят, слушай, братан, ты не прав. Пройдемся по пунктам, на самом деле, потому что тот факт, что инлайновая валидация прям сильно улучшает UX, это ни для кого не секрет, и я думаю, даже никто спорить с нами в комментариях не станет, хотя я вас призываю, поспорьте с нами в комментариях, потому что это то, что мотивирует нас творить дальше. Так вот, валидация, здесь есть сразу для наших подписчиков, которые на видеоволнах, они смотрят скриншот, пароль, и у него там сразу стоит галочка, что все, пароль верный, что сильный пароль, что прям отвечает всем требованиям, хотел сказать, образовательного стандарта, мне уж все, просто всем требованиям безопасности. Так вот, собственно, вопрос-то в том, как же нам вообще вот обрабатывать эту инлайновую валидацию, как не надо есть пользователю с ней, как ее отображать, как показывать вот это все. Так. И есть несколько способов. Первое, это над полем здесь вот. Слушай, мне это все напоминает те самые тултипы, о которых мы говорили. Ну, тултип здесь будет прям именно как тултип. Бело, ну, в смысле, ты имеешь в виду, напоминает где этот, placeholder, да, писать? Согласен, здесь будет вариант, когда и placeholder, и этот, ошибка будет прям в одном стать. Ну-ка. Под полем тоже. Ну, здесь видишь, все красненькое, красивенькое, то есть сразу тебя уже наталкивает на то, что что-то пошло не так. Come on, you know, this isn't a valid email. Здесь еще шуточки. Инлайновая, это когда сразу после формового поля, и как бы мне вот это вообще не импонирует. Какая-то длинная слишком кишка. Хотя, неделю назад, когда мы говорили про example text, я говорил, что в принципе в длину нормально, но вот с ошибками как-то не очень нормально. Я хочу прям сразу видеть сообщение об ошибке рядом с тем, что я ввел неправильно. Так. А когда мне приходится вот так переносить контекст туда-сюда, я уже даже и забываю. А вот и тултип, о котором ты говорил. Это тоже один из вариантов. Причем, лично мне он импонирует больше всего, но на мобилах он не очень крутой. То есть на мобилах непонятно, когда он всплывет, когда ты тапнешь, когда ты оттапнешь и так далее. То есть здесь нужно думать, и лучше воспользоваться более универсальным способом, типа над полем или под полем. Я считаю, это более козырно будет. Ну так вот, здесь вообще дальше идут вопросы о том, а когда же? То есть мы разобрались, где можем мы эту инлайновую валидацию показывать, а теперь когда? И по примерам, которые следуют в дальнейшем статье, мы видим, что автор тоже остановился на том, чтобы сверху просто отображать и все. И как ты видишь, здесь у хорошего примера, ну, во-первых, не надо сразу валидировать, как только пользователь кликнул на input. Ну, представь, что ты только еще кликнул, а еще не начал. А у вас все неправильно. А у тебя уже не валидно. Да как бы, я знаю, что не валидно, я еще даже писать не начал. Вот это плохой, bad experience, bad practice, я бы даже сказал. Но я здесь еще прошу вас обратить внимание на то, что вот здесь есть email, и сразу под ним тот самый плейсхолдер, типа напишите валидный email, например, johnsobacacompany.com И только потом, когда ты пишешь John Doe и как дебил, ты видишь вместо этого примера ошибку, чувак, это вообще не очень. Ну, такое, даже было бы прикольно, если бы какая-нибудь красивая микро взаимодействие было, типа там одни буковки вот так вверх перелистываются и подставляются на come on, no, this isn't valid email. Так что да, как-то я по-британски сказал после Шерлока. Чуть-чуть. В общем, не стоит показывать ошибку, как только пользователь кликнул в input. Он еще даже ничего не успел написать, а уже на него... Знаешь, здесь есть метафора такая, что когда форма показывает ошибку валидации, она кричит на пользователя. Ну да, кстати. И вот ты вроде как еще ничего не сказал, но тебя уже наорали. Поэтому это плохая практика. Как только пользователь пишет. Вот здесь вопрос по поводу того, нужно ли валидировать после каждой буковки. Да нет. Тем более, ну вот здесь написали, что единственный вариант, в котором это возможно, это пароль. Когда ты его пишешь, и снизу заполняется строчка, типа насколько сильный или не сильный пароль. Ну окей. Вот это как пример хороший в инлайновой валидации во время написания. А во всех остальных случаях, когда ты пишешь email, пока ты пишешь email и не написал собаку, ты и так знаешь, что ты его не закончил писать. Ну нет смысла об этом напоминать, просто как каждую секунду. Третье. Как только пользователь дойдет до определенного лимита по цифрам. Ну вот, например, еще этот индекс. И в США индексы пятизначные. И вот вроде как можно после того, как пользователь пять знаков написал, уже начинать валидировать. Но здесь тоже написано, что это проблематичная тема, потому что вот в России индексы шестизначные. А тебе уже после пяти знаков начнут ругаться. Как бы, ну, скорее всего, тоже нахрен надо, когда вот пользователь дошел до определенного набора символов. Это тоже плохая практика. А можешь вообще валидировать, когда он сабмит нажал? Ну, это один из вариантов, но тогда это уже не инлайновая валидация. Логично. Это уже как бы по факту. И на самом деле нет ничего зазорного в том, чтобы валидировать, когда нажал сабмит. Но здесь мы говорим о том, что если вот валидировать прям по ходу дела, то с точки зрения UX это прям круто. Ты даже не переходишь к следующему полю, потому что ты понимаешь, что, блин, я уже здесь накосячил, лучше я сейчас здесь ошибку исправлю, в поле номер один, там, где в email написал John Doe, как дебил. Я лучше сразу вот это буду исправлять и не буду писать уже номер карточки, номер телефона, потому что вдруг там вот, да. И вот четвертое, это как раз то, что классически используется, когда пользователь ушел из этого поля. Ну да. Вот тогда и надо валидировать. Если я уже перешел табом или там кнопкой мыши или кнопкой трекпада... Ну, фокус поменял. Да, если я уже... Как ты круто сказал, слушай. Если я уже фокус поменял, перешел в другой input, то тогда и надо уже валидировать и сказать, слушай, братан, ты, конечно, дальше пошел, но ты John Doe. Но ты John Doe, и ты не прав. Вот пятый вариант, кстати, интересный. Когда пользователь притормаживает. Ну, это такое. Вот это нужно думать. Это на самом деле нужно думать, причем я даже не очень вижу плюсы вообще вот в том, чтобы вот я задумался и мне сразу там вот... Слушай, ты не прав. Хотя здесь есть небольшой этот... Так скажем, кейс, в котором и это имеет смысл. Если мы пишем юзернейм, то вот написал я вебсайне, и я вот как бы призадумался, может быть сделать вебсайне 666, а он меня в этот момент уже написал, а вебсайне уже занят. Вот, кстати, тебе предложение. Вебсайне 123, вебсайне 100, вебсайне-1. Да, это часто используют. Но я бы все равно не использовал вот это вот, когда юзер тупит. Вдруг там просто я отвлекся, развернулся, а на меня форма орет уже. Нахрена. Логично. Или просто у тебя для каких-нибудь слабодумающих сайт, например. Согласен, согласен. Ну, для них можно таймер просто увеличить. Это 10 секунд на минуту. Ну, да. Кстати, кто-то писал в комментариях, типа, я в прошлый раз говорю, вот я не буду лайкать. Не в прошлый раз, может быть, там, несколько недель назад. Я вот не буду лайкать, потому что вот мне вот не совсем понравилась статья. И меня пристыдили, сказали, вот, а вы сами просите вам лайкать, а сами не лайкайте. Вот вы черти там, все, отписка скатились. Я думаю, вот раз, блин, буду крутым чуваком, залайкаю статью просто, ну, она мне реально нравится, почему бы и нет. Жму залайкать, а на UX Design CC, как, собственно, неделю назад уже была вот эта ошибка, что выгод куки-то включите, я не могу с Medium, говорит, ваш пароль подсыпать. И я попробовал все варианты и выключить, включить куки, хотя они у меня включены, по умолчанию, от сайтов, которые я посещаю. И нет, не работают у них. А на других Medium подобных сайтах, дальше я вам продемонстрирую, типа, Free Code Camp, все работает. Так что UX Design CC, они сами себя обрекли на то, что я их не залайкаю. Ну и пошли они. Хотя, статья прикольная. Говорим ли мы свое мнение, мы его сказали по ходу. Инлайновая валидация, это прикольно, но надо с умом. Не надо оверэкстендить ее. Согласен. Это прям вот лишнее будет. Следующая статья из дизайна у нас про... Там какая-то очень заумная тема про слова. Да, нам Илья пишет. Илья прокомментировал, я бы даже сказал, еще к темам к предыдущему подкасту, к 107. Причем, я так понимаю, это не с Хабра статья, это с какой-то хрени. Нет, это с Хабра. Просто он, как обычно, Илья почему-то любит агрегатор SoHabber, который как бы собирает Хабр и Гиг Таймс. Ну, видимо, чтобы в одной ленте все-таки почитать. А, вижу, да. Это просто действительно... Но я буду прям мучить себя. Нажму на кнопочку H и перейду непосредственно на Хабр-Хабр, где нас встречает блок компании Эдисон, которая в лице, я сейчас скажу, кого? Эдисона самого. И лампочек. Почти, почти. В лице Лизы Ламовой. Возможно, Лампочковой. Хорошо. Она перевела нам статью о том, как нужно конструировать слова. И подожди, это зачем конструировать слова? Просто, чтобы мама, папа? Нет, нет, чтобы крутые интерфейсы были. Все-таки, как конструировать слова в интерфейсе? Не просто слова на кубиках деревянных, а все-таки слова, которые логин, sign up, sign in и вот подобные. Но даже и не кнопочные слова, как мы обсуждали пару месяцев назад, а все-таки перейдем. Я прям позволю себе процитировать полностью статью. Не в смысле полностью. Давай, читай. А в смысле кусочек. Честно говоря, я писатель. Мне платят за то, чтобы я писал слова. Но есть вещь, которую большинство обо мне не знает. Я ненавижу читать. Ну, это говно какое-то. Теперь не поймите меня неправильно. Я тоже сначала думал, что это говно. А он имеет в виду, что не поймите меня неправильно. Я все еще немного читаю. Я одолел книги и блоги, новые каналы и журналы. Но когда авторы становятся многословными, у меня замыливается взгляд. Мне скучно. То есть он сейчас на Толстого Войну и Мир бы длит? Нет, в том-то и дело. Их он читает. Но ему не нравится читать интерфейсы. И здесь сразу же будет прям пример, чтобы ты понимал. У него настолько замылено уже взгляд, что даже когда он видит книжку, он видит просто... Фишку. Просто... Фишку. Он видит деньги. Он видит простыню слов. Но... И он заставляет себя сильно вчитываться. Но когда у него есть реальная мотивация прочитать книжку, ему, ну, как бы, он может сделать. И в чем тогда его проблема? Проблема в том, что он думал, это его личная слабость не читать. А потом он понял, что никто не читает ничего в сети. Да ладно! Вот. И поэтому, даже когда вот он, говорит, всплывает вот это хреновина в андроиде, а еще... И там надо выберите continue. И там самое просто смешное, что в подписи написано, если вы продолжите, ваш телефон самоуничтожится в течение пяти минут. И как бы continue. Но, говорит, вы не представляете, сколько людей нажали continue. Никто это не читает в принципе. Они понимают, что большинство приложений, когда первый раз запускаются, что-то там спрашивают, что-то там continue. Если ты continue не нажмешь, ты использовать не сможешь. Но никто не читает, что там на самом деле вы мне передаете все бабки там. Да, логично. Вот, вот. И поэтому, почему же говорит так? А говорит, на самом деле, дело даже не в том, что люди говно, а в том, что вот здесь жирненьким выделено choose continue to keep going. И все. И для пользователя этого уже достаточно. Нужно, говорит, правильно концепт... Какой концепт? Акценты расставлять. Понял, да? 7 советов по дизайну слов. Непосредственно тело статьи, вот там, мясо. Ну-ка. Первое. Сокращайте. И здесь прям сразу круто, что самая важная вещь, которую вы можете сделать для облегчения читателей, облегчить. Представляешь, ты сделаешь вещь, что твои читатели облегчатся сразу. Это укоротить ваш текст. Я думаю, что вот чуваки, которые на освежителе воздуха пишут, они знают, как облегчить. Согласен. Причем они не следуют способу сокращать. Нет, они наоборот удлиняют. Потому что там надо время-то скоротать. Так вот, и видишь, before, after, здесь, ну, сразу понятно, что... И на самом деле, не то, чтобы здесь даже какой-то неправильный текст написан в варианте before. Там прямо написано, вы удалите папку. Папка такая-то будет удалена. Это расшаренная папка. Если вы удалите себя, у всех остальных она не удалится, потому что она расшарена там. И когда вот вы сейчас нажмете continue, тогда вы удалите расшаренную папку. И даже на кнопках, ты видишь, есть cancel, а есть yes, delete, shared folder. Ну, это для слабоумных. Да, но дело в том, что слабоумные, они еще меньше читают, мне кажется. Поэтому это вообще не найдет своего, никогда своего адресата. И будет просто remove shared folder from your dropbox лучше бы сделать. Кнопка remove. Все. Other members will still have access. Здесь, в принципе, так скажем, весь смысл-то сохранен. Не то, чтобы нам так сократили, что ни хрена не понятно. А здесь, ну, так сказано, вы удалите из вашего dropbox, а другие могут, а все remove. Но я коротенько, коротенько скажу, а вдруг иногда вот хочется, чтобы интерфейс тебе сказал больше. Вот хочется иногда. Ты действительно сталкиваешься с какой-нибудь хренью, какие-нибудь драйвера устанавливаешь, например, и у тебя там возникает какое-то там сообщение об ошибке. Attention, чувак. И когда вот так сокращено, тебе меньше информации дойдет до тебя. Возможно, если бы там было бы поширше написано, ты бы что-то понимал чего-кого и мог настроить все-таки дрова, как тебе надо. Есть ответ. Например, вот устанавливаем мы какой-нибудь Killite кодек пак. Например. Это не реклама. Просто очень крутая программа. Так вот, и мы там в самом начале выбираем Simple, Advanced и Expert. И вот в зависимости от этого Installer он нас по-разному грузит. Если мы Simple, то там сразу далее-далее готово Яндекс.Бар, Amiga Браузер и так далее. А если мы все-таки эксперт, то мы выбираем прям какие кодеки, какие конвертеры, в какую хрень, какая штука будет разворачивать все дорожки и субтитры на составляющие LAV или FFD шоу и так далее. Там полностью мануальная такая. Там прям ты можешь все, что хочешь настроить и там сразу тебе еще и расшифровано. А это, кстати, то-то говно. Оно за это отвечает и так далее. И на самом деле, наверное, самым разумным было бы при установке программы или при чем-то еще выбирать какой-то режим, режим пользования. Кстати, это часто бывает, например, в Open Broadcaster даже в нашем нелюбимом там есть Simple Mode и Advanced Mode и там прям совсем разные настройки открываются, когда ты этот радио-баттон переключаешь. Соответственно, есть смысл это как-то разделять и вот если у тебя включен Advanced Mode, тогда показывать ROR Log, прям лог ошибок. Я там вот пошел на такую-то строку и я там обломался, потому что такое-то говно. Потому что для большинства Simple пользователей и Clean, они хоть ты лог им напишешь хоть что, для них это одинаково нихрена не будет означать, так зачем их пугать большим количеством информации. Поэтому тут всегда нужно какой-то компромисс находить, но вот есть способы. Получается, смотри, если вот такой хороший экспириенс, да, у нас соблюден, есть чуваки, мы делим сразу на даунов и умных, причем по желанию, не то, что мы конечно, они сами делятся, да, они сами делятся. То тогда получается вот все, что есть в этом списке из 7 пунктов, это скорее всего относится к тем людям, которые симпл, пацаны. Правильно? Да, я причем даже вполне с тобой согласен, что есть люди, которые прям задроты, в хорошем смысле этого слова, которые будут прям вот это все читать. Конечно. И даже это прикольно будет, они будут думать, блин, чуваки поработали, прям не вот отписку сделали, а подписку. А подписку и лайк. Поэтому да, согласен, но вообще видишь, чем короче ваш текст, тем выше вероятность, что его прочтут. Я согласен, на телефонах на каких-нибудь, знаешь, какое-нибудь сообщение, которое вылазит по несколько раз в день, нет смысла его делать вот таким длинным и тупорылым. Ну да, оно только будет больше эноить. И здесь видишь, как писатель, я прекрасно понимаю, как заманчиво растечься мыслью по древу. Вот, видишь, я же говорю, где-то это сегодня было уже. И расписать свои идеи. Но интерфейс не место для этого. Для этого есть хабар зачеркнута медиум. Это примечание переводчика, я так понимаю. Очевидно, что оригинальный автор не знает, что такое хабар. К сожалению, или счастье. Слушай, не знаю даже. Счастье для хабара. Добавляйте заголовки второй пункт и он очень крутой. Дальше прям идут пункты, которые реально можно взять на вооружение. Прям вот, вы как только поставите нам лайк после просмотра подкаста, вы уже можете это использовать. Это реально работает. Так вот, добавляйте заголовки. И здесь, смотри, картинка. Картинка с картинками. С двумя before авторами. Вижу, вижу, вижу. И там есть, так скажем, кругляшочки с демонстрацией интерфейса, а под ними небольшие текста. Так. Но они дерьмово воспринимаются вообще отвратительно. И как только мы добавляем основную мысль каждого текстика в виде заголовка Send large files share with anyone, сразу все прям круто, легко и понятно. Угу. Я прям вот никогда бы не задумался. Вот мне бы показали вот before и сказали бы, что говно? Но я, как не самый в мире опытный UX дизайнер, я бы сказал, блин, что-то вот говно, но я не знаю, что. И мне бы сказали, слушай, братан, правильный ответ это вот сделать заголовки. Я такой, блин, стопудово. То есть я вот, это я сейчас уже параллельно свое мнение высказываю. А кто, кстати, был первый человек, который нас заставил мнение высказывать? Вова в тапках. Какой-то, я не знаю, возможно, он и диска нехороший человек. Да, согласен. Но если, Вова, ты нас все еще слушаешь, и это был ты, поставь лайк. Добавляйте заголовки. По-моему, гениально. С заголовками проще сканировать текст, в кавычках. Сканить еще. Сканить еще проще с заголовками. Просто заголовки прочитал, и все. Третий, делай списки. Как делай раз, делай два. Так. И здесь тоже, ну, нельзя поспорить, если мы вдруг хотим бегло пробежаться по тексту, мы же вертикально по нему пробегаемся. Угу. И тогда можно нам как ступенечки его сделать, нам будет проще по нему пробегаться прямо лихо, и мы прям все усвоим. Ну да, это круто. И здесь сказано, что если вы поймали себя за многократным употреблением таких слов, как и, и также внутри абзац, то попробуйте переделать текст в формат списка. Возможно, вы что-то перечисляете, и это будет более удобно восприниматься с помощью списка. Угу. Упорядоченного или неупорядоченного, или вот этот dddt в html, который definition list, dl, точнее, а в нем dddt и dddt еще. Ага. Так вот, имеет смысл. Мне нравится делать списки здесь комментарии от автора. Это круто. Четвертое, давайте перерыв. И это тоже можно использовать, прям вот встал за стола и сразу используешь. Потому что нужно делать визуальные перебивки. Понял, да, как Лиза нам перевела это? Я не знаю, как в оригинале было, даже интересно. Но нужно облегчать материал и делать разрывы строк, картинки, заголовки, примеры. Чтобы не было стена текста, как вот у него в книжке в самом первом скрине, все, что я вижу, это простыня слов. Угу. А чтобы вот все было разделено вот такими вот... Причем, это не должны быть картинки там, я не знаю, пейзажей или что-то отвлеченное. Это должно быть все-таки в контексте самого повествования. Поэтому, да, а как мы уже говорили или неделю, или две назад с тобой по поводу иллюстраций, что иллюстрации, они в принципе бодрят и веселят. И настраивают нас на позитивную ментальность, что вроде как няня-няня прикольненько нарисована, меня любит создатель интерфейса и все круто. Да, и причем мы приводили с тобой, в пример, дропбокс, собственно. Да, вспоминаю. И там было нарисовано и классненько. Действительно няня-ня? Я просто обожаю, когда мы не можем даже описать словами то, что мы чувствуем, просто говорим няня-ня. Пятый пункт. Акцент на слова. Так. И здесь тоже можно использовать прямо сейчас визуальные иерархии. Я не буду, опять же, растекаться мыслью по древу. Нужно выделять заголовки, цвета, жирнить, увеличивать размер шрифта и его начертание. Ну, в смысле, жирность. Короче, вы поняли. Размер шрифта, его начертание, то есть жирность, его цвет. Ну, здесь еще есть визуальные разделения, типа, что вот на две кнопочки разделили вместо двух ссылок дебильных. Дебильные ссылки. Но, согласитесь, как легче прочесть? Легче прочесть, когда автор, конечно же. Мне это еще причем напоминает уведомление в айфонах. Там тоже разделено сразу напополам. Или закрыть, или прочесть. Вот, например, у тебя почта как-то приходит. Прямо она сразу у тебя по центру бум-бум. Или у тебя не по центру, у тебя баннер сверху. По центру бум-бум. Я помню, что у тебя по центру. Вот визуальные иерархии. Можно, в принципе, подглядывать на наших телефонах от компании из Купертина. Там не дураки сидят. Ну и шестое, не все сразу. А что это нуи-то? Там семи... Да, согласен. Ну я как-то вот... Для меня шестое это последнее. Седьмое это уже так, скатились уже не то. Так вот, не все сразу. И здесь нам говорит автор, что не нужно всю информацию вываливать за раз, если ее можно... Как он открыл термин прогрессивное раскрытие или медленное открытие. Вау! Е! Разбивать просто информацию на части и делать next, next got it. Got it, я бы даже сказал. Че это дает? Вместо того, ну это ты не растекаешься, опять же, мыслью по древу. Ты по двум древам ее... Оп-оп! Мысль чуть капнул, капнул, да, и все, и у тебя нормально, что сначала тебе говорят, что вот здесь есть tasks, а здесь stay organized, можно даже вон на отдельную иконочку сделать и сразу got it. Вижу. Чтобы как бы клепуха же у нас нынче, вся информация это воспринимает рвано, маленькими-маленькими порциями. Так что да, много текста, вы давайте его по частям. Седьмое, ну и, наконец-то, ну и, да, пишите в макетах, а не документах. Я причем так и не понял, какого хрена. Вот попробуй мне помочь расшифровать, я вроде по-русски читаю, а не понимаю. Когда-нибудь писали что-то, что хорошо смотрится на бумаге, но в конечном варианте выходит слишком длинно? Так происходит, когда вы пишите в Google Docs, Dropbox Paper или в любом другом из приложений. Когда вы пишите для интерфейса, ключевым является видеть весь контекст. Вы должны знать, как будет выглядеть ваша сила со всем, что их окружает. Поэтому предпочитаю писать не в документах, а в МОК-объектах. А, в смысле, что... Сразу там. Понятно, что не надо сначала накидывать в блокноте свой текст, а сразу писать его в макапе и понимать, как это будет выглядеть. Да. Ну, понятно. Потому что вдруг ты крутые три абзаца высрал на бумаге, а потом они у тебя не влезли никуда, и тебе только больше обиднее. Ну, блин, я же высрал. И придется разделить хотя бы на три части next, next, got it. Ну, просто потому что ты уже сроднился с этими с этими тремя абзацами, которые ты высрал. Так вот, напутствие. Слова наполняют наш мир смыслами. Они помогают нам понять мир вокруг нас. Так. Правда, печально то, что многие просто не любят читать. Если вы работаете со словами так же, как работаю с ними я, наша цель должна заключаться в том, чтобы сделать чтение максимально простым. Помочь людям понять мир вокруг них. Советы выше, это лишь часть того, чем я пользуюсь во время дизайна слов. Придумали свои советы? Пожалуйста, делитесь своими идеями, историями и комментариями ниже. А для тех, кто ненавидит читать, спасибо, что прочитали. Это прям круто. У меня, короче, есть две идеи, которые возникли, пока ты это читал. Давай, говори. Первая, короче, идея про то, что я смотрел, как типа правильно писать Game Gears Доки. То есть именно вот там, где ты описываешь механику игры и все там. Подожди, это та, так скажем, PDF-ка, которую... Да, это, ну, скорее, даже не PDF-ка, а это именно Google Doc в основном. И именно вот были советы, как правильно писать Game Gears Документы. А это для кого? Это вообще для всей команды разработчиков. То есть для команды. Я имею в виду, бывает, это PDF-ки, которые мануал, это для пользователей, конечно. Не-не, это для разработки. Ага, так. И, короче, там были такие же советы, подобные. То, что вот мне понравилось, разбивайте на списки улки-лишки. Это обязательно, потому что люди цепляются за эти точечки и они их читают всегда. Здесь немножко, ну, не про то, конечно, но там была тема про то, что надо разбивать документ по гиперссылкам делать его. Опять же, в PDF-ке это можно делать. Да, ну, в Google Doc'е это можно делать, здесь, понятно, ничего нельзя. Здесь это где? В интернете? Тут ни одной гиперссылки. Нет, имеется в виду, что здесь же советы для... Про интерфейс, согласен. Да, да, да. Вот. И, ну, практически такие же советы все мне понравились, там, делайте перерывы, разбивочки, чтобы чувак просто отдыхал. Картиночки там делаете. Вот. Ну, а там у тебя в твоем смысле будут картиночки, там, примеры каких-нибудь окон будут. Ну, вот я только хотел сказать, что запариваться над вот этим гайдом и еще туда иллюстрации рисовать, это уже слишком синяя для команды. Ладно, для конечных пользователей ты их монетизируешь, а собственную команду ты слабо монетизируешь. Ну, да, это первое. А второе, короче, у меня это первая идея, все, мы ее закончили. Мемасики еще можно вместо скрина. Можно, да. А вторая идея про то, что у нас с тобой подкаст, он для тех, кто это, кто любит читать, короче, длинные сообщения. Потому что он такой, знаешь, двухчасовой, не для, короче, для умных пацанов. Ну, мы, конечно, на списке, на тайм-коды разделяем. Кстати, кто еще не в курсе и кто дослушал досюда, в описании есть тайм-коды. Ни один человек, возможно, сейчас не является рассказыванием, ну, просто как бы, чтобы оно было. Да, ну, в общем, вот так, в общем, пошутили, поржали. Следующая тема дизайновая. Надеюсь, понравится статья, говорит нам Михаил. Это следующая тема. Это твоя, твоя. Да, надеюсь, понравится статья. Предлагают нам, опять же, к 108, то есть вот к этому выпуску. Михаил нам, причем, ребус небольшой загадал. Михаил Ребус. Вроде как бы понравится, а статьи-то нет. У него фамилия Михаил Ребус, возможно. Скорее всего, да. И, да, статьи-то нет, а куда ссылка? Я нажал на Михаил, точнее, ты мне сказал нажать на Михаил, потому что я бы вот вообще, я у меня с Ребусами проблема, поэтому. Я нажал на Михаил, и там, собственно, статья очень коротюсенькая, но достаточно интересная. И это даже не сама статья, а сколько дискашн интересен. Мне просто интересно, что вы напишите в комментариях, господа. Мне всегда только это интересно из нашего подкаста, что нам напишут в комментариях. Да, статья о том, что вот есть на производстве какое-нибудь изделие, которое нужно изготовить. Допустим, какая-нибудь часть станка, например. Люнет, например. Да. И его нужно сделать, ну, его сделает там, как его сделает человек, и как его сделает машина. Машина тоже может разработать некий дизайн, некую конструкцию. Нам бы сейчас чуваки, которые разрабатывают вот эти чертежи, сказали бы, как это называется, правильно? Прототип. Я не знаю. Вот. Его может разработать также и компьютер, не только человек. Например, здесь сказано программа Within Enhance. Напишите в комментариях, если вы шарите, что это за программа, насколько она в своем роде крута. Или, например, если вы хотя бы слушаете Within Temptation. Одно из одного. Вот. Выглядит это примерно так. К нам приходит заказчик и говорит, мне нужна штуковина с дырками. Вот тут и тут. Способная выдержать такой-то вес в количестве одной штуки. И тут за основу взят некий престарелый инженер дядь Валера, который проектирует левый вариант. Вы сейчас увидите дальше на картинке. Он работает по старинке, не учитывает возможности 3D-принтинга, опираясь на предыдущий опыт и свое представление о эстетике подобных штуковин. Он же много учился, а потом много работал, поэтому знает толк. А, ну, следующий — это компьютерный вариант. Там как бы компьютер, то он в университеты не ходил написан. И об эстетике понятия вообще не имеет. И он предлагает свой дизайн, то есть такой машинный, как бы, оптимальный с точки зрения минимизации веса и расхода материала. Но он, типа, тоже прочный. И вот посмотрите, собственно, что получилось. Самое невероятное здесь то, что дизайн этот прекрасен. То есть автор статьи, так скажем, вот этой мини-статьи, сразу выражает свое мнение, как мы, говорит, типа, блин, чуваки, а мне так компьютерный дизайн больше понравился вот этой вот штуковины. Более естественный и приятный на глаз. Как будто компьютер вдохновялся образами и формами из живой природы. Но он лишь стремился к максимальной эффективности. Хуманити скоро насосется еще больше здесь. Он добивает. И, в общем, это как бы, ну, такая вольная интерпретация, переводик какой-то там статьи с arub.com. Неважно. Вот вы видите, собственно, изделие. Слева то, что дядя Валерий, справа то, что дядя Компьютером. Тебе какой больше нравится? Мне, к сожалению, дядя Валерий. Так. Ну, просто потому, что, во-первых, я тебе неоднократно говорил, что у меня ячеистая структура животный страх вызывает. Я согласен. Немного... А вот это как паутина. Мне сейчас кажется, что оттуда сразу какой-то досвидос выползет, меня схавает, и досвидос. Пугает. Пугает. Я согласен. Правый вариант пугает. Левый вариант, я понимаю, о чем пишет автор, что, типа, ну, да, действительно, ну, как-то по-деревенски сделано. Ну, слушай, зато работа... Нет, я... Меня одно только, так скажем, радует, что правый вариант, он эффективнее с точки зрения расхода материалов. Мне всегда нравится, когда прикладные решения учитывают еще и нужду сэкономить. Ну, как бы сказать, когда... Даже программы. Когда какую-то программу переписывают, и в результате этого на 16% больше растет прибыль просто из-за сокращения расходов. Короче, я люблю сокращение расходов. Но я не люблю ячейстую структуру, она страшная, это досвидос вообще. Знаешь, что еще хочу сказать? Хочу сказать, немножко придраться по Шелдону. Ну-ка. В правом варианте вот все вот эти, так скажем, как же эти люверсы, вот эти, для крепления с дырками. Так. Они же отверстия, дырки у нас в штанах. Так. Они не соответствуют отверстиям на левом, хрени на левом. Я так понимаю, ее перевернуть все-таки надо. Ее надо перевернуть, но все равно. Я вот считаю их раз, два, три, четыре, пять. А там раз, два, три, четыре, пять, шесть как минимум я насчитал. Ну и надо перевернуть. Вот представь, что я ее переворачиваю вот так вот, смотри. Я понял, я понял. Поставить наоборот, башкой, короче, вниз В общем, не знаю Как-то это все Мне и тот, и другой вариант, в принципе, можно Понимаешь, надо смотреть на остальные детали Как можно судить по одной детали А что остальное? А остальное будет как у дяди Валерии, да? Вот ты такую поставишь Нет, ну тут вещь, суть просто в том, что А что если? Надо уже отдать все А что если хуманить, и скоро насосется еще больше Нет, это все комплексная вещь Если бы мне показали отдельно сделанную машину Знаешь, сделанную компьютером И машину сделанную дядь Валерии, я бы сказал, что круче Как можно сказать об какой-то детали Которая будет включаться в основной потом механизме Ты же видишь, что здесь все IT-портничи сейчас будут передрачивать Просто на то, что вау, круто Что машины более эффективные Это до свидоса Это базара нет, я хочу послушать наших слушателей Зрителей, напишите в комментариях У меня сейчас, знаешь, интересное будет Высказывание Мне вот правое напоминает Венома Из третьего Человека-паука Он там тоже вот именно на такое дерьмо растекался Ну он А я напоминаю, из-за этого Венома Фильм вместо там 100 миллионов стоил 300 Короче, там очень дорогой CGI был Ну-ну-ну И вот там-то нихрена они не сэкономили Вот на такой структуре Там Humanity не насосался еще больше Да-да-да Поэтому, ну слушайте Мы насосемся еще больше Только если сами захотим И начнем внедрять вот такое дерьмо Потому что здесь, по-моему, даже материал другой С виду Так вот именно Поэтому, ну-ка, а давай попробуем на соус Перейти на оригинал, давай Это вообще где, что, как? Это на каком-то диком сайтецком Там просто еще третий есть Ё-майо Да, есть третий И там еще, типа, оно более улучшенный вариант Кстати, не зря мы прям перешли Не зря Это в Голландии дело происходит И там-то вообще дырки не совпадают Там просто какое-то говно Оно, возможно, мне кажется, даже не может быть так использовано Там внутри этих дырок просто нет Вот у меня сомнения, опять же, по поводу всего этого Но здесь вещь сказано, что третий просто те же нагрузки может выдержать Ну просто, если тысячу тонн поставить на них То вот они все выдержат тысячу тонн Понятно Но как бы... Слушай, правое, это уже по гигеру Да, да Там уже прям как будто три тела переплелись И там мне уже менее противно, чем второе Там как будто манту намочил Вот, да Ну вообще, давай посмотрим Это что за завод-то вообще? 3D-принтинг Они мои кукисы используют Заломэ Гаджьярд, тимлидер в Аруп Аруп какой-то? Ну ладно, насрать Не Руб, может быть не Руб Он хотел сказать И тогда понятно, почему так выглядит Да, говно, дерьмо и насрать Ладно Уходим дальше Последняя тема, заключающая из дизайна Заключительная Заключающая, это если она бы заключала Какое-нибудь Если бы мы тут сидели в заключении У нас была бы заключающая тема А мы и так в заключении тех людей Которые нашу эту бюрократию-то устраивают Которые у нас заявления А я думал, мы в заключении Михаила из Владивостока Который прокомментировал, собственно Да, я позволю себе зачитать Привет, ребят Первый раз сюда пишу Молодец, что первый раз пишешь Надеюсь, не последний С наступающим Новым Годом Уже с наступившим тебе, Михаил Очень классный у вас подкаст Так что так держать Держим Так и держим Так и держим Так вот, первая тема для обсуждения Предсказания 2017 Тренды веб-дизайна И здесь статья с непосредственно Medium Прямо с Medium.com И ее написали Envato А именно Колис, который директор Ко-фаундер и CEO Ты говоришь, что статья говно Полное говно Но и парочку интересных вещей Я из нее вам расскажу Он предсказывает вообще, что будет в 2017 В веб-дизайне и в технологии в целом Понимаешь, он-то прям растекся Мыслью подрел Он обо всем подумал Хорошо про медицину не стал думать Что там будет, кого как Причем он, видишь, в 2014-м и 2015-м тоже писал такие посты Почему ты в 2016 пропустил? Не знаю Давай придумаем смешное, почему он пропустил Потому что тогда Envato Они... Не знаю Потому что он упал с лошади и сломал себе хвост Давай так Ну, допустим, да Так вот, 3D У нас входит прямо в... 3D становится настольной технологией для дизайнеров, короче говоря Вот так вот ты перевел, да? Ну, по-моему, нормально Не, нормально, мне тоже нравится Ну, как бы 3D выходит в набор инструментов дизайнера Но вот мне больше понравилось Что это стало настольной технологией для дизайнера Так В общем, не стесняются уже люди Использовать 3D-технологии Уже это не удел задротов в 3D-максе, которые сидят А уже Adobe выпускает свой Project Felix в альфа-версии на данный момент И что это? 3D-редактор Ты имеешь в виду чайники опять рисовать? Да Гитары в данном случае Но, конечно, все к чайникам вернется Что говорить-то? И рендерить потом это все по-красивому и по-прикольному То есть даже очевидно, что мы можем рендерить и видосик Ну, где мы будем там крутить эту гитару Фейерверки из нее могут идти Ну, как обычно Как мы с тобой делали в 3D-максе А можем рендерить 2D-сцены из этого Но просто в 3D-редакторе За счет чего мы можем там Свет выставлять Какие-то там блики Квики Квики это кролик, который Неской кушает Я просто одни утром Неской кушал Поэтому квики Так вот, и на самом деле вроде как можно использовать 3D-изображения Отрендеренные 2D-из 3D-редакторов В дизайне сайта Я считаю, это имеет право на существование Еще более Помнишь, мы То ли неделю, то ли две назад Разговаривали о том, что нужно изображения так использовать Что они сразу тебя фокусируют на том Как фокусимо Что ты должен видеть на этой странице Представь, насколько 3D-шно Можно сфокусировать вот сразу на гитаре Потому что глубина Она прям натуральная глубина будет С цветом, светом, звуком практически И вот Если это будет 3D-шный рендер MacBook На новом рекламном сайте Apple То прям шишак нахухлится, мне кажется Поэтому да, с этим я согласен Есть возможность Причем Он, естественно, не просто так это говорит А потому что у них есть Envato Elements В котором все продаются 3D-варианты И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Ну, я понимаю, что это отчасти и рекламный такой пост И отчасти перелинковочка всего совсем Да, это первое Это то, что 2D можно в 3D-рендере А дальше непосредственно само 3D С помощью WebGL и там CSS 3D-трансформаций Ну, это понятно Это прям даже есть же Doom, Quake, воссозданные на WebGL Ну, это такое Ну, как бы очевидно, что в 2017-м этого будет больше Здесь я не могу просто спорить Потому что он очевидные вещи говорит Дальше он говорит про VR А именно WebVR, про который мы, опять же, неделю назад говорили У нас очень сильно подкаст продолжает Прошлую неделю Как будто и не было вот этого алка перерыва Вот этого вот Трэша Да, трэша, угара Вот этого всего Как будто прям мы по конвеей идем дальше Ня-ня-ня, плавник У нас пояс тут налажен, мы по рельсам Согласен, у нас конвейер Мы уже, нам передают только бумаги бюрократические И мы похреначим просто и все без подзарядки Поэтому, говорит, вы это 3D свои скиллы-то наладьте Подумайте о том, как вы будете этим заниматься и что как Следующее, это Еще больше инструментов разных будет И больше консолидация рынка вокруг каких-то крутых именно инструментов И здесь, опять же, это очевидные вещи То есть, очевидно, что с каждым годом в ритейле, например, в розничной торговле Все будет укрупняться В сети там и так далее То есть, раньше мы выходили И у нас в подъездах были магазины Яна, Полина, Анна Вот эти продуктовые кругляки, где можно было водки купить А сейчас выходишь пятерочки, магниты, дикси, монетки Хотел что-то пошутить, но не придумал Ну давай Пикетки еще Напрашивалось Так вот, и здесь то же самое Вроде как бы и в 2016 было много инструментов Но здесь их будет еще больше И еще больше будет консолидироваться вокруг гигантов И, так скажем, больший процент будет этим гигантам уходить А все остальные будут вот эти крохи делить И потом тоже, скорее всего, отвалятся в какой-то момент Ну и здесь сказано, опять же, что вот, например Facebook или кто тут А, Adobe Adobe Они просто покупают выгодные стартапы Вот Behance, например Это же не был изначально Adobe продукт Они его просто купили, когда он достаточную силу и мощь набрал Как Дарт Вейдер И все И начали прям развивать его еще большими влияниями Здесь он приводит примеры разных Тулзов Я не собираюсь их все перечислять Lingua, Binder, Marvel, Zeppelin, InVision Limpa, Just in Mind Понимаешь, я что хотел быстренько сказать, что Ладно, хорошо, если покупают и развивают А если покупают и сливают Как, например? Ты же наверняка хочешь привести какой-то пример Как я тебя схватил сейчас Блин, я забыл, была куча примеров Но вот всякие Electronic Arts Они часто покупают разработчиков А, именно студии разработчики И диктуют им говно сделать Они сливаются И проект закрывают И студия закрывается Ну, это, видимо, издержки производства Прямо вот как есть издержки производства Если ты хочешь, чтобы у тебя Было конвейер из, там, 20 игр в год То ты должен купить 40 проектов в год И из них 20 стопудово хотя бы выиграть Ну, да Я думаю, они все равно это у них окупается И не будем даже Я тоже, я бы не хотел деньги считать Electronic Arts А, нет, я бы хотел Так вот Третий пункт Мы разобрались еще больше инструментов И больше будет консолидироваться То есть даже Вот я перечислял там Marvel, Pop, InVision, Silverflows Так вот, InVision покупал Silverflows, например То есть они все равно там Пожирают друг друга Как в биологических каких-то Игрищах Третий пункт Более упрощенный WordPress Вот считает нам Как звали-то этого чувака Ну, лысый Колес Колес считает, что В 2017-м Еще больше будет Простой WordPress Ну и он опять же Говорит о том, что просто Это вынуждено Такие платформы Как Vix, Webley и Squarespace Webley не знаю Vix, Squarespace знаю Наступают на пятки WordPress Отжирают прям части рынка И надо WordPress Соответствовать Раз он претендует Согласен Ну и кастомайзер, собственно Естественно Но здесь речь о том Что Мэтт Мулинвек Еще когда завещал Что надо уходить в JavaScript Чтобы все было на коллбеках На промисах И чтобы был полный REST API Чтобы у нас под капотом Там WordPress Но пользователи этого не чувствовали Об этом, кстати, сегодня у нас будет Еще одна прикольная статья Но да, суть в том, что Надо более просто делать WordPress-овские приложения Чтобы это не было Вот этой неповоротливой махиной И даже если под капотом Все еще WordPress То более clean, simple, elegant Интерфейс был Уже обвиден самому пользователю Да и, видимо, и разработчику тоже Это из очевидного Хотя, собственно, и дальше очевидно К сожалению, он все очевидное сказал Просто не все мне лично было интересно Вот, например, Machine Learning Пока я вот с этим не столкнулся Сам на кончиках пальцев не ощутил Мне не так это интересно Вот все эти искусственные интеллекты Нейронные сети И продукты, которые Вот что-то там находят Ищут Я согласен Пока действительно Это не заиграло по-новому Новыми красками Хотя вот Был уже FindFace, например Да, который находил на ВК Даже по расплывчатой фотке Кого-нибудь там Но Все еще пока Я не готов об этом разговаривать Прям всерьез-всерьез Прям всерьез-всерьез-всерьез И здесь он сам даже говорит о том Что вот был TheGrade Который типа Викса делал Супербилдер Который прям умно Ты ему вводишь, что у меня Закусочная В Кливленде И он тебе дизайн подбирает Именно такой Который должны Схавать пользователи В Кливленде Если они хотят попасть В закусочную Но провалился он С треском Мы даже уже это обсуждали Может быть полгода назад Может быть там Несколько месяцев Точно не готов вам сказать И да У Викса, например Более лучше получилось Ну просто Потому что они Не замахивались На то, что у них будет Прям суперидеально Гениально И генитально У них получилось просто Сносный Подбиратель Дизайнов Просто Если ты выбираешь У тебя дизайн Эйдженси То у тебя тоненькие шрифты Заблюренные изображения Ну как бы Тоже из очевидного Но есть гид И на самом деле Machine Learning Типа вот какой-то Экс-машина Точнее Такой же как в фильме Экс-машина Простите Типа сенсей И это Adobe Опять же Их продукт Фреймворк Который почему-то Они пока не раскрывают Всех так скажем Карт Да Карт Но Видимо В фотошопе Появится Распознавание лиц Например Нахрена Поиск по изображению Ну хрен его знает Нахрена Сразу маску наложить на лицо Удобнее работать Видимо как-то будет Прям будет одна кнопка Сделать хорошо И Ты хочешь Кнопка прям Сабзира И хоп Ты прям такой ледяной Становишься Как будто тебя Сабзира заморозил Блин Как ты это придумываешь Я не знаю Ну сенсей Меня немножко Отправила К ниндям К клану Лейшей Или как там Он у них называется Не готов Сейчас точно говорить Но вот да Лучшие сервисы Для фрилансеров Вот это Мне уже не нравится Я настолько далек От сервисов Для фриланса И здесь нет Ничего ни про Upwork Ни про чего Тут какие-то Непонятные слова Консус Ксеро Бансай Фрешбукс Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла 2017 будет круто Они заплатили Видимо Envato Чтобы они Да Я вот тоже Проговорил сейчас Но я даже сам Не запомнил Что я сказал Букс только запомнил Какой-то Фрешбукс Но мне понравилась Зато картиночка 2017 Ну это Картиночка Не из этой статьи А из статьи UX Design CC И там Положение UX Design В 2017 И мы с тобой То ли обсуждали Эту статью То ли я ее Вносил в шортлист Но потом дропнул Потому что она дерьмовая Я не готов тебе Точно сказать Обсуждали или нет Ну картиночка Прикольная Согласись Я вот смотрю Я ее читал Но я не помню Мы ее в подкасте Как бы обсуждали Или я ее просто По жизни читал Вот так вот Дизайн у нас заканчивается Отлично Громтруп Канонат 50 минут Мы на нем Были Тусили Да Я думаю Рано еще делать перерыв Да Ну подожди Вот у тебя там Есть список тем Хотя какой список тем В дизайне всего 4 темы было Поэтому по списку тем Ориентироваться Это довольно таки сложно Ну у нас разработка И разработка Классически нам говорит о том Что у нас есть Для вас предложение От которого вы не сможете отказаться Предложение для настоящих разработчиков Для настоящих мужиков И для настоящих женщин Согласен Для всех настоящих Леди и джентльмен Леди и джентльмен Оно вас ждет по адресу Uwebdesign.ru Слышь смарт-тейп Да И это собственно предложение О хостинге Как дело о пропаже слона Какого-нибудь У братьев-пилотов Так вот Также у нас Дело о хостинге В общем Предложение для вас Попробуйте Они кстати обновились Перед новым годом Они обновили свою панельку Братья-пилоты Смарт-тейп Смарт-тейп Они обновили свой Как там у них называлось ISP менеджер Угу И у них там все удобно Теперь круто И я не знаю С этим это связано Или не с этим Но у нас на четверть Выросли от них Заработки Блин Ну мужики Да Мужики и бабы Вот так вот Я по-простому скажу Попробуйте Хостинг Можете что хотите Можете безлимитный Можете ВПС Можете что хотите Я вот недавно Никите жаловался Что ВПС начал Сбоить Так А потом Копнул чуть-чуть И какнул Точнее сначала Копнул А потом какнул Потому что Какие-то у нас Левые пользователи В MySQL появились Какие-то просто Насильно дедосили И так далее И я все-таки Засучил рукава Настроил fail to ban Теперь вообще Не забалуешь Три раза С одного айпишника Что-нибудь неправоправное Сделаешь Вызовешь ошибку 500 Все тебя обрубило Навсегда Поэтому У нас там Китайский firewall Теперь работает Согласен И все это Только благодаря тому Что мы можем Это сделать Со смарт-тейпом Да Evobesign.ru Слэш смарт-тейп Господа Обязательно Пробуйте Прямо будет Будет круто Спасибо вам И у нас Сейчас 10 советов Для супербыстрого сайта Очень крутая статья Вторую часть Этой статьи Мы будем через неделю Скорее всего Обозревать А там Двухчастевая Я понял Это когда первую часть Прочитал А я ее читал Минут 40 Нормально Ну просто потому Что она реально крутая Но и не только поэтому Ты имеешь ввиду Нам сейчас приготовиться Или ты сможешь Гениально Емко рассказать Смогу Просто потому Что здесь Большая часть Про реакт Который как бы Ну я вник Я даже ну Потрудился и вник Но здесь Это статья Дэвида Гильбертсона И он по-моему Шутит у себя В описании У него есть Небольшой дескрипшн Алерт Да Я тут не знаю Что такое Не знаю Может быть время у него идет Ну вот Да Суть в том Что он в принципе Много шуткает Именно поэтому Я буду идти по верхам Потому что он реально Он здесь жжет Прямо как жжет Как штопор Прямо как Паша Воля Он вышел Да И он говорит Вот я сделал приложение Know it all И там бла-бла-бла Захостил на Firebase Если мы сюда перейдем То здесь Приложение о том Где ты Выбираешь Что из всех Из всей веб-разработки Ты знаешь Можешь отмечать Know of it Know it Don't care Don't know it И так далее И я если честно Даже не знаю А можно ли как-то Это сохранить Как-то там Передать это что-то И так далее Но в общем Приложение Которое учитывает Что ты знаешь Какие технологии И так далее Можно даже Вон там разделить И прям вот По супер частям Это выбирать Это реактовое приложение У него И он потрудился Сделать его Супер-супер Мега-миллиардно Вообще быстрым За там Миллисекунды Оно у него грузится И говорит Вот вообще Я когда Начал его делать Я сначала Думал Вот я не буду Задрачивать И просто сделаю Приложение Но в итоге Он задрачил Не задрачил Вообще Тут можно Каждую хреновину Подоткрывать Подраскрывать Да-да-да Но этот Он просто Спарсил Откуда-то И все Это у него Джейсон Просто прилетает И да Давайте Поговорим Сначала О скорости О господи Нашем Скорости И он здесь Тестирует Всякие Twitter.com Medium.com Shop Polymer Project Google И у него Его приложение Быстрее всего Открывается О там Ну First view У гугла На 40 миллисекунд Быстрее Но repeat view У него Уже прям Рвет всех Начальство Тут господин Фридман Должен появляться Кстати да С Machine Magazine Он не тестировал Видимо Ну и он Говорит Но Вообще Говорит Конечно Не честно Потому что У меня то Приложение Одностраничное И у меня там Ни хрена Ни ссылок Ничего нет Поэтому Понятно Что у меня Быстрее чем Twitter Открылся В котором Там ленты Да свидос Там всякие Скрипты И так далее Но говорит В конце концов Довольно таки Впечатляет Потому что Вообще-то У меня 75 тысяч строк Джейсона Прилетает Чтобы вот это Все раскрывать Он спецом Понятно Я понял То есть Внешне Вроде не сильно Много А работа Кипит У него Там в этом Приложении Ну и Здесь пункты Пошли 10 пунктов Некоторые очевидные Некоторые прям крутые У меня прям Шишка загорелась На некоторых из них Давай ты Например на первом Отмечай где у тебя горит Шишка Да Например на первом Просто постарайтесь Не делать медленный сайт О И здесь он заходит Мягонько Он не сразу Не опускает Типа используйте Там супер такое Кэширование Сервис ворхеров И вообще там Библиотеку Там Такую-то Нет Он просто говорит о том Что На самом деле Если просто Задумываться о том Чтобы сделать быстрый сайт То вы сделаете сайт Намного быстрее Чем если бы вы не задумывались Так И Потому что Иногда Смотришь на сайт И сайт Это просто Медведь пулемета В том смысле Что Слишком медленно И так далее Мне говорит Один друг Как-то раз написал Я говорит Вот зашел на Mercedes.com Так Так медленно Так хреново было И он говорит Мне говорит Вообще Тату набивали В этот момент Поэтому я Что-то невнятно Ему ответил Но потом я задумался И в натуре А Даже вот Если бы я захотел Я бы такой медленный сайт Не сделал Как у Mercedes Он сказал Ну так вот Ладно В общем Три метрики По которым Надо определять Быстрый сайт Или не быстрый Первое Первый Что-то значащий Paint В смысле Первое Когда что-то появляется Так скажем Вот он должен быть Максимально быстрым И максимально значащим Логично Time to interactive Это время С которого Ты можешь Что-то жать Что-то делать Там скролить И так далее И у тебя Ну как бы Ты имеешь Какое-то понимание О том Что ты делаешь И expanding One DOM node Это вот Там он Время В какой момент Я могу разворачивать Уже начать Вот эти штуки Это он Про свое приложение Угу Угу И я Гид в принципе Смотрел И Я сначала Просто парсил С помощью Deep clone А потом Перешел На immutable GS Уже Стало Намного Лучше То есть Он игрался С библиотеками Да Я напоминаю Он не сразу На сухую Но тут Он начал Говорить Что Да Кстати Забегая Вперед Скажу Что он И от Immutable GS Потом Отказался И Те вещи Которые ему Нужны Он сам Написал Ну вот Я и думаю Что он Дойдет До того Что он Просто На обычном Pure JavaScript Ну Вот Все равно Он Использует React В качестве Как точки Отталкивания И Библиотеку Класс Names Хорошо Ну видимо Для того Чтобы Присваивать Кучу Классов Каждому Вот этому Узелку В зависимости От того Что там В JSON Прилетает Ну то есть Чтобы Реально Оперировать Дом Элементами React Использую Второй совет Делайте Mobile First И В смысле Реально Делайте Потому что Как я делал Mobile First Не Content First Да Mobile First В том смысле Что сначала Как на мобиле Выглядит А потом Уже Делай Медиазапросы Чтобы Как выглядит На телефоне Да Не Я просто К тому Что Content First Это В принципе Прикольная Тема Но это Понятно Что ты Должен Content First Это Парадигма Что На сайте Прежде всего Важен Контент А не Дизайн А Mobile First Это Именно В каком Порядке Ты Разрабатываешь Ну Типа Начиная С Мобил А потом Я Как раньше Делал Mobile First Я просто В хроме Браузер Открывал Делал Типа Что У меня Это Телефон Ну И Верстал С Медиазапросами Мы Ну Мы Так Делали Да Это На самом Деле Не Mobile First Mobile First Это Когда Я В хроме Включил Десяти Разрядный Троттлинг Чтобы Процессор В десять раз Медленнее Думал И еще Чтобы Как с Телефона 3G Эмулировал Вот это Настоящий Mobile First Потому что Вообще Это Я Крутой У меня Супер Крутой i7 Компьютер И Супер Крутой Телефон Pixel XL Но Даже Самый Крутой Pixel XL Всего Лишь 10% Производительности От Десктопного Компьютера Поэтому Минимум В десять Раз Надо Уменьшать В хроме Есть Такая Возможность Ну Как Вариант Можно Просто На Мобиле Открывать Да Видишь У тебя Рядом Телефон И Он Сразу Тебе На Телефон Да Типа Коуд Кита На Который Мы Тоже На Канале Снимали Обзор Согласен С тобой Но Он Вот Видишь Все Равно Про Чувак И Он Делал Эмуляцию С помощью Хрома Ну Допустим Окей Делал Тротлинг Делал Реально Скорость Причем Он Еще Real Phone Connected Он Занимает А На Телефоне Это 200 И Это Уже В 10 Раз И Это Уже Реально Matters Что Называется Имеет Значение Третье Вы Заморочитесь Говорит С Бенчмарками Ё-моё Я Вижу Че Он Там Делает Там Что Басраться И Он На Каком Лайтхаусе А Есть Видимо Такой Бенчмарк Проверял Своё Приложение И У Нем Проверить И Заметил Что Да Все Таки Есть 200 Миллисекунд В Смысле Что Он Говорит У меня 20 Есть Задержка Да А Задержка Из-за Того Что Как Раз Этот Лайтхаус Он Типа Эмулирует Телефон Я В Принципе Любитель Реакта Но Есть Говорит Специальный Этот Я Не Знаю Как Это Правильно Назвать Рендер Или Форк Преакта Короче Преакт Хорошо Как Пред Эокулят Только Вот Преакт Окей Я Говорит Его Попробовал И В 15 Ну Короче Там Фул Преакт Вот Мы Видим Здесь На Графике 60 Миллисекунд Против 140 Он Там Просто Оскорбляет Посреди Текста Несхрена Говорит Clearly The Lighthouse People Are Wrong Idiots Он Это Каждый Раз Говорит Я Каждый Вот И Он Говорит Lighthouse Дебил А потом Блин А вдруг Я Дебил И Он Использовал Преакт Есть Еще Какой-то Инферно Тоже Реакторская Тема Но Она Не Такая Быстрая Как Преакт Короче Он Остался На Преакте И У него 100 И 100 Выбило Нихрена Что творит Да То есть Он Говорит Даже Каждый Раз Когда я Думаю Что Вот Кто-то Дебил Я думаю Вдруг Дебил Это Я Слушай Это Хорошая Практика Я считаю Нашим Всем Слушателям И Зрителям Надо Поучиться У этого Чувака Вот Да И Дальше Говорит В принципе Я Посмотрел А вдруг Я могу Уменьшить Еще Меньше Задержку Уменьшить Еще Меньше И Сделаю Предоткрытым У него Вот Был Предоткрытый HTML Условный Но Там Много Слишком Всего И Давай Я Сделаю Предоткрытый CSS Там Меньше Дом Узлов Я Думаю Блин Он Протестил На Y Slow Есть Тоже Такой Ресурс И Там Сказали Что Слишком Много Дом Этих Узлов И Он Подумал Что Они Wrong And Stupid А Вдруг Я Попробую Уменьшить И Будет Круче И Он Реально Попробовал Уменьшить И Meaningful Со 156 До 43 Вроде Как бы И так Быстро Должно Быть Все Но Вот Реально В 2 Раза Быстрее То есть Не на Чуть Не на 10 Миллисекунд А в 2 Раза Сраных Мать Его Согласен Поэтому Спасибо Чуваки Из Y Slow Вы Мне Посоветовали Реально Прикольную Тему Я Так Понимаю Он В принципе Всех Будет Благодарить Ну Типа Четвертое Рендеринг На Клиенте Очень Дорогой И Это То О чем Я Всегда Говорил Не Надо Присылать Джейсон На Клиент Распарсивать Его На Клиенте И Здесь Показывать Во Первых Потому Что Это Все Равно Дольше Чем На Сервере Ну Это Логично Как бы То Что Я Люблю То Что Надо На Сервере Все Рендерить Ну Как Нода Позволяет Это Делать И Вообще Он Говорит А Вот Я Посмотрел И На Мое Приложение Заходит 1.6% Из Бинга У Моего Клиента А Бинг Не Умеет Пререндерить С помощью Джаваскрипта И Для Бинга Это Будет Пустая Страница И Вот Теперь Представьте Что Вы Клиенту Придете Скажете Что У Него 1.6% Прибыли Не Будет Больше Как Говорит Ему Он Обрадуется Или Нет Поэтому Идите И Сделайте Нормально Чтобы Все Рендерилось На Серваке А Здесь Отдавалось Только Статик HTML Причем Пятый Пункт Это Даже На Сервере Не Рендерить HTML Просто Ничего Не Делаете И Он Говорит Блин Чуваки А Как Вообще Быть Что Статические Сайты HTML Отдавать Как В 90 Говорит Ну Нет Я Не Это Конечно Имел Ввиду Я Имел Ввиду Те Страницы Которые Можно Сделать Статическими Вы Сделайте Статическими Просто Отдавайте Как Текст И Все Но Это Как То Не Консистность Ну Ты Понимаешь Что В Серверных Языках Программирования Придумали Кэширование Представляешь Ты Какое Зло Будешь На Вордпрессе Мутить Если Ты Вот Такое Будешь Делать Оно Делается С Он Не Каждый Раз PHP Прогоняет Это И Рендер Нет Он Кэшированный Отдает И Только Если Ты Сделаешь Ctrl R Command R Или Если Ты Залогиненный Тебе Критично Ну Вот У нас На Ювеб Дизайн Если Залогиненный Тебе Не Показывает Ничего Закэшированный Вот Тогда Только Все Нормально Работает Поэтому Ну Здесь Видишь В Реакте Нету Так Скажем Кэширование Ну Там Есть Метод Render To String Например Можно Отрендерить Какой-то Документ В строку И Как Строку Просто Отдавайте HTML И Все Еще И Сквозь Minifire Прогонять Предлагает Ну Чувак Задрочил Ну Да А дальше Идут Классические Советы Как У Фридмана Шестое Это Инлайновые Все Делать Например CSS Не В Отдельном CSS Файли А Просто В Вложенный Стайл Выложить И Так Далее Поэтому Если Гит Вы Конечно Facebook И 99 9 Процентов Пользователей Ваших Это Возвращающиеся Чуваки Каждую Секунду Да То Лучше Закешировать Файл И Все Потому Что Каждый Раз Если Он Инлайновый Каждый Раз Лишний 20 Килобайт Туда Сюда Тягаешь Но Если Гит У У С Затем А Зачем Такой Пример Он Сделал Такой Двойственный Специально Он Шутит Я Тут Напоминаю Тогда Вы Лучше Инлайн И Весь Ссс И Сэкономите Целый Нетворк Запрос Следующий Пункт 7 Прилод Ну И Здесь Конечно Такое Что Ты Когда Открываешь Страницу У тебя Не Грузятся Скрипты А Потом Они Либо По Таймеру Либо Как То Еще Подтягивает Эти скрипты Фоново И Только Потом Включает Их В страницу Чтобы Не Портить Первый First Paint View И Здесь Очевидно Он Говорит Про React Что А на React Можно Девать СССР Сервер Сайт Рендеринг И Отправлять Вот Так Под Бла 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 Реак Это Круто Бла 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 Восьмой Пункт Вознаграждайте Хорошее Поведение А Именно Если Чувак Заходит Хрома Не Отправляйте Ему Полифил То есть Ту Библиотеку Которая Эмулирует Дефолтное Хромовое Поведение Сделайте Не Потрудитесь Проверку Если New Браузер То Не Надо В Скрипты Добавлять Полифил С GS Потому Что Они Просто Нахрен Не Нужны А То Это Лишние 30 Килобайт Ну То Поэтому Если Вы Уже С Хрома То Отдавайте Чистейшее Дерьмо Без Полифилов Девятый Пункт Сервис Воркеры Да Такие Как я В школе То есть Крутый Кул Энд Изи Вау Он Шутит Прям По полной Он Говорит Я Блин Все время Откладывал Изучение Сервис Воркеров Думал Я 400 Часов Просру Нихрена Не пойму Именно 400 А Говорит Да А потом Я решил Ладно Блин Я уже Делаю Супер Быстр Сайт В мире Я тогда Подучу И говорит Я в принципе Через 5 часов Сделал Я говорит I shit you not Я даже Не вру вам И из них 4 часа 35 минут Я ошибался И говорит В принципе Ну он Сделал с реактом Естественно Интеграцию Очевидно Это быстрее Чем сделать Сервис Воркеры В вордпрессе Но по факту Вот он сказал Что Хоп Хоп И в продакшн Паблик Папку он делает Кэширует Ее Здесь На Клиенте Как-то Хранит Ее на клиенте И все Весь ваш сайт Доступен В офлайне А сервис Воркеры Чтоб ты понимал Это Он загружает Версию сайта В офлайн Если у тебя Вдруг обрубило Электричество И роутер Выключился А ты на буке То ты все еще Можешь Лазить по сайту По той Сохраненной Версии сайта Которая Так скажем Была В тот момент Когда выключили Электричество Окей Такие приложения Они позволяют Тебе даже Засейвить Так скажем Пост Который ты писал В админке Вордпресса Например А потом Когда появился Интернет Тогда она Ее отправит А все это время Оно будет у тебя В браузере храниться Ну Хорошо Круто Так что да Десятый пункт Такой Достаточно Неочевидный Нынче Мы все Любим красивые Вебшрифты А он говорит Что нахрен Вебшрифты У всех уже Операционных систем Есть красивые Шрифты Прикольные Поэтому я говорит Использую Гельветику Ной Калибри И роботу Для Мака Винды И андроид Соответственно Да И говорит Ничего Нормально Я говорит Мне еще Советовали Текст рендеринг Оптимайз Легибилити А потом Кто-то другой Посоветовал Что от него Все-таки Тормозит И я кстати Помню Что тормозит А именно 50 миллисекунд Можно сэкономить Если не использовать Оптимайз Легибилити А это какое-то там Хитрое сглаживание Которое на самом деле Это долго В нашем время В нашей жизни Одиннадцатый пункт Между прочим Хотя он заявлял Что их будет 10 Никогда не сдавайся Он говорит И это он о том Как раз что Он думал Блин А вот Все-таки много 28 килобайт Я говорит Посмотрел Из этих 28 килобайт 19 это Immutable GS Я говорит Взял и переписал И у меня теперь 9 Килобайт Ну гений И говорит В принципе 991 миллисекунда До того момента Когда можно уже Интерактить Против 2,5 секунд То есть В принципе Чуть больше Чем в 2 раз Ну в 2,5 примерно Вот такой вот он чувак И он сделал Видишь Новый тол Версия 18 Типа его Супер прокачанная версия И она уже во всем Быстрее гугла Гений Так что Гает Hey Wake up У нас Гает Аутро То есть Финальные слова Писали Гает Большой и быстрый сайт Это как Расти щеночка Нужно прям Постоянно И круто Ухаживать за ним Не проседать Чтобы не было Ты 2 дня его покормил Потом 3 дня пропустил Он имеет ввиду Что нужно всегда задрачить Всегда смотреть Что бы убрать Ты имеешь ввиду Твоя классическая Старая фраза Которая уже лет Наверное 10 Про то что Сделать сайт Это как ребеночка Вырастить Да Смотри-ка Да Я уже сам забыл Что я так говорил Я возможно Даже украл Это у кого-то Ну ты думаешь Это моя Кстати вот Хакер Нун Видишь да Медиум И я залайкил Ну ты не видишь На моем экране Но я залайкил И здесь нормально Работает логинка С медиум Значит это не с моими Куками проблема А с UXDesign.cc Я считаю что достойно Перерыва Это все Да Я думаю сейчас Немножко прервемся И дальше будем Продолжать жарить Разработку Как бы это не звучало Вот А у нас там есть Чем и кому Вжарить Поэтому не переключайтесь Идите проветрите Съешьте бутерброд Допейте Рюмку Смузи Да И все у вас будет хорошо А мы увидимся уже С вами после перерыва Пора-пора-пора Я резюменеджер 13 языков Определяющих Будущее программирование Следующая наша тема Илья прокомментировал Опять своего Сохабра Подожди 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 Ты хочешь сказать Что сейчас будет Так прям круто Что это практически Про будущее Статья Да Хреновая статья Если честно Не в том смысле Что Илья предложил Хреновую статью И что он Хреновый Да Не в этом А в том Что просто Как бы Настолько я Незнаком С Так скажем Предметом С предметом Обсуждения Ой простите Так Что как бы Ну да Параллель с компанией Нам пишет об этом Которая сделала Ну крутые пацаны Да Приложения Крутые Для Макбуков Для Макуэс Короче говоря Более быстрое И умное Программирование С меньшим количеством Багов Подобными обещаниями Создатели многих Современных языков Привлекают внимание Программистов Все это мы слышали Уже много раз Но недостаток новизны Вовсе не причина Отвергать эти обещания Обещания В общем давайте посмотрим Что нам сейчас еще обещают И что вообще из этого будет Здесь картинка Про 60-е и 70-е И здесь прикольно Видишь Фортран Лисп Ранний лисп Кабол Это типа лента времени Слева направо Ну да И здесь как будто Такие времена старинные Не средневековые А еще древние Прям вон кроманьонец Еще на каболе Слышь там кроманьон С одной темой Скрывается одно Маленькое соглашение Автор нам говорит Один из языков Создан для статического анализа Несколько других Модернизирует классические языки А некоторые вообще Не являются языками Это просто припроцессоры Но при этом Все они меняют наш подход К написанию кода И закладывают фундамент Будущего программирования То есть вот автор считает Что именно вот эти 13 языков И припроцессоров Они изменят наше Вообще мнение о программировании То как что есть И да То есть нужно обратить На них внимание Поглядывать на них Одним глазком Когда они начнут Прям бурно развиваться И оседлывать Вот этот вот Вести оседлый образ жизни Согласен Согласен R В глубине души R является языком программирования Но он выполняет роль Знаменосца в современном мире Помешанном на использовании Статистики Для обнаружения паттернов В больших объемах данных Угу Я неоднократно видел У Орайли Новые книжки Или Орили По R По R, да Там Using R for Statistic Analysis Вот подобного плана Заголовки И несмотря на то Что Многие ограничиваются тем Что используют R внутри интегрированные Среды разработки То есть внутри Иде В качестве блокнота Для экспериментов С данными Некоторые С ними работают При помощи Двух популярных Фреймворков R Studio И R Commander Про R Studio Я слышал Пожалуй Но не более Чем слышал То есть на самом деле Используют Этот язык Как Ну вот знаешь Он жутко прикладной Для статистического анализа И для Big Data Как Matlab Прикладной для математики Кстати Про Matlabs Здесь тоже будет Java Зато Кстати Трудности с ним есть Оказывается Заточен под персональные компьютеры Не является частью мира больших данных Где правят технологии Наподобие Hadoop Про Hadoop Тоже тысячи раз слышали Но не знаю Ну окей Ладно Допустим Значит Про R поговорили Дальше Java 8 Да Java 8 Вышла она года полтора назад Помнишь В радио IT слушали Да И там Ребята-то Которые шарят Они знают Че там добавили Че убрали Да То есть Лямбдо выражение И многопоточный код Добавили То есть Практически Открыли дорогу параллелизма Прорубили окно Как Петр Первый Только создатели Java 8 Прорубили окно К параллелизму Да И можно Кстати Это все не обязательно использовать Все работает В той же самой Java Virtual Machine И Если вы используете Предыдущие конструкции Будет нормально компилироваться Но и новые тоже будут Трудности тоже бывают Возникает желание Удрать и с головой Окунуться в скала Видимо Оно или похоже на скала Но скала Это тоже параллелизм Я так понимаю Поэтому Видимо Java Она настолько Сложна Скала Тоже работает в Java Virtual Machine И вроде как Зачем Тогда использовать Java Если можно скалу использовать А скала Она функциональная Чтобы ты понимал Хорошо Здесь об этом тоже будет И то Я сейчас может быть Грубейшие ошибки допуская Но я предупредил Что для меня Это все Такие абстрактные вещи Swift Это новый язык От Apple И она Apple в смысле Я чувствую Я чувствую Через 10 лет Он все еще Будет новым Так никто С Objective C Не пересядет Ну вот тут пишут Что пересаживаются Причем Пишут Что прям Охотно пересаживаются Потому что Swift прячет От вас Подобные вещи То есть указатели И заголовочные файлы То есть манифесты И Swift нас Прячет От нас их И по стилю написания Гораздо ближе К современным языкам Вроде Java и Python Потому что Он выполняет за нас Всю грязную работу Работку В данном случае У Swift есть Обширная спецификация Потому что Это не просто Синтаксически Подчищенный Objective C Ведь количество Нововведений Так велико Что их замучаешься Перечислять Ну видимо Вот не стали Короче Ключевые моменты Гораздо более ясные И понятные синтаксис Меньше низкоуровневые Возни с указателями Но есть и трудности Обратная совместимость Требует иногда Думать о битах И байтах Ну вот такие шутеечки То есть как бы Ну Если хочешь Обратную совместимость If you want peace Prepare for war Что назовешь Вау Хочешь Чтобы было обратно Совместимо Все таки надо Погрузиться В указатели Низкоуровневую Возню Гоу Новый язык А до гугл Такой же новый Как и свифт Да Когда в гугл Начали разрабатывать Новый язык Для своих серверных ферм Решили создать Что-то простое Насобирав удачных Идеи Из других языков Как сказал Один из авторов Они хотели Чтобы все было Настолько простым Что это мог запомнить Лишь один человек В смысле Ну как бы Один человек Чтоб мог запомнить Чтоб не надо было Целую команду Супер true программеров А чтобы вот В рамках одного чувака Все было понятно Поэтому в Гоу Нет сложных абстракций Или мудреного Метапрограммирования Лишь базовые возможности Выражаемые Незатейливым синтаксисом Вот сейчас господин Умпутун Сильно полюбил Гоу Почему-то Он постоянно говорит Что Гоу Гоу Пацан Он еще просто Го Да Го И он где-то Год назад Его попробовал Тогда говорил Что он сырой Но видимо Уже не такой сырой Ключевые моменты Чистый и простой язык Для работы с данными Трудности Иногда требуются Более широкие возможности Но видимо Не все он могет Не знаю Насчет того Там есть для него Какие-нибудь Супер библиотеки Которые уже могут Все Ну вот да За что купил За то продал На Гоу Не программировал На Го На Го Кофискрипт Ко Ко-ко-ко Так вот Он убирает В джаваскрипте Запятые фигурные скобки Если вкратце То есть на самом деле Там конечно есть Всякие конструкции Которые Добавляют лишний уровень Абстракции Не лишний А еще одни А то лишняя Негативная Как раз Еще дополнительный Уровень абстракции Чтобы нам было Еще понятней И либо еще не понятней Если это не наш код То да Ко Код становится чище Но Трудность заключается в том Что иногда скобки Помогают лучше разбираться В многочисленных уровнях рекурсии Кстати здесь Ну Как раз о том Что не все Пункты являются Конкретно языками Программирования Кофискрипт Это ну принято считать Препроцессор Джаваскриптовый Окей Потому что все равно Он Берет и компилирует Или интерпретирует Джаваскриптовые файлы Ой Кофискриптовый файл И выплевывает Джаваскрипт Ди Для многих программистов Нет ничего лучше Очень ясного И простого языка Не языка мира Си А мира языка Си Синтаксис минимален Структура четко транслируется В процессор Центральный в смысле Некоторые называют Его портируемым Ассемблером И несмотря на все Эти преимущества Некоторым Си Программистам Не достает возможности Других языков Но он старый Там Уже Многого нету Поэтому Это и стало Одной из причин Появления Ди Он предлагает Обновленную Логическую частоту Си и С++ С добавлением Современных удобств Вроде управления памяти Вывода типа Играничной проверки Баунс чекинг Ключевые моменты Некоторые из Наиболее важных Новых особенностей С других языков Трудности Часть ресурсов Тратится на подстраховку То есть Си все-таки Более Производительный Чем Ди Но Это как бы Так всегда В жизни Приходится Выбирать Лес.js Как и кофе скрипт Лес.js всего лишь Перепроцессор Упрощающий Создание Сложных Ссс файлов Да Каждый Кто пытается Создать список Правил Верстки Даже для Простейшего Сайта Знает Что создание Базового Ссс требуется Многочисленных Повторов Ну короче говоря Лес Он Хвалит И говорит Что Конструкции Вроде Миксинов Вложенных Правил Позволяет Эффективно Создавать Блоки Бла 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 Упрощение Кода Хотелось бы Больше Полезных Конструкций Потому что Надо САС Наверное Использовать Матлаб Хардкорный Язык Для хардкорных Математиков И ученых Которым Нужно Вычислять Сложные Системы Уравнений Я только Не понимаю Почему Это Как бы Перспективный Язык Этому Языку Уже Хрен Сколько Я понимаю Что Он Может И Не Стал От Этого Менее Перспективным Возможно Он Развивается И Как Здесь Нам Пишут Становится Все Востребованием Окей Окей Поэтому Видимо Видимо Перспективничает Этот Язык Оттачивался В течение Десятилетий Видишь Но Теперь Он Может Быть Полезен Простым Смертным Понял Детей На нем Учить Будут Программировать Пайтон Именно Для научных Тем Чуть ли не Физических Биологических А матлаб Это когда Модулярная Арифметика Прямо Тебя прет И тебе надо По модулю 1406 Умножить На другое число По модулю 1488 Поэтому Как бы Хорошо Ладно Ключевые моменты Быстрые Стабильные Качественные Алгоритмы Для сложных Вычислений А трудности Математика Все еще Слажена Ардуино Интернет Вещей Активно Наступает Ну Короче Программируемые Всякие Штуки Контроллеры Ардуино Конструкторы Это не столько Новый язык Сколько Набор C и C++ Функции Которые Вы собираете В строке Компилятор Делает Все остальное Ключевые моменты Мир техники В ваших руках Трудности По большей части Это C и C++ Мне следующий Пункт Нравится Ну-ка Это Мне тоже Меня Я Если бы не этот Пункт Я бы эту статью Убрал Куда Куда Это Нвидиевская Технология Язык Который Позволяет Использовать Видеокарты Не только Для убийства Зомби Стрельбы Из танчиков Но и Для параллельных Вычислений И конечно Да Чтобы работать С Куда Нельзя просто Из коробки Взять Сказать Вот это Будет Теперь Через Куда И все Будет Быстро Нет Нужно Сначала Найти У себя В алгоритме Параллельные Фрагменты И после Этого Сказать Вот это Параллельный Фрагмент Обсчитывай Ко Наведяки Вот это Считать Куды Да И некоторые Задачи Вроде Майнинга Криптовалют Решаются Весьма Просто А другие Например Отбраковка Отбраковка И молекулярная Динамика Потребуется Крепко Поразмыслить Потому что Все-таки Это Ну Не Классическое Программирование А именно Параллельное За Сим Куда Часто Используется В научно Крупных Многомерных Симуляциях Например На заводах Тойоты Когда они Моделируют Аэродинамику Автомобили Вот там Всякие Нвидиевские Не GeForce Конечно А Tesla Или как там У них называются Эти супер Видеокарты По полмиллиона Стоят Ключевые моменты Очень высокая Производительность Как минимум Для параллельного Кода Но трудности Не всегда Легко выявлять Легко параллелизуемые Части Ну Мне кажется Если ты уже Занимаешься Такими Такими вещами Когда Ты хочешь Параллелить Через Прямо чувствуешь Ты должен же знать Че параллель Че параллелится Вот именно Скала Каждый углубленный Изучав языки Программирования Знает Что академический мир Любит парадигмы Функционального Программирования Она гласит Что каждая функция Должна иметь Четко определенный Ввод и вывод Практически по моделированию Из каких-либо Дополнительных перемен Существует множество Хороших функциональных языков Одно из наиболее Популярных является Скала О которой мы уже упомянули Точнее не мы Автор статьи Она была создана Для исполнения В виртуальной машине Java Поэтому все Скала Может выполняться Там где работает Java То есть на Старых Nokia Есть ряд Логических соображений Согласно которым Следование правилам Функционального Программирования Помогает создавать Код проще Оптимизируемый Зачастую избавленный От наиболее Раздражающих багов Скала Один из способов Приобщиться к этому Трудности Для ряда задач Приложения Может быть не просто Использовать Функциональный подход И это как бы Просто трудность Функционального программирования Что не везде Это можно Использовать И не везде Это будет так легко И непринужденно Ключевые моменты Функциональный Но достаточно гибкий язык Чтобы хорошо Взаимодействовать С другими языками Использующими Java Virtual Machine Не хочется мне дальше Говорить Но Haskell Это еще один Функциональный язык Который еще Более функциональный Он уже используется В больших проектах Например В Facebook Так И даже в задачах На первый взгляд Не слишком подходящий Для академического кода Haskell демонстрирует Хорошую производительность Его в Radio IT Тоже периодически упоминают Ну да Причем за него Ксюшенька по-моему Ратует обычно А он бутун просто Ну ты там Haskell Так что да Ключевые моменты Уже проверены Серьезных проектов И трудности Функциональное мышление Может потребовать Отказаться от некоторых Дурных привычек Возможно от курения Возможно от алкоголя Там какой-то Джольт последний Да Джольт это Что это Или может быть Ёльт Возможно ты знаешь Какие-нибудь викинги Придумывали язык Программированный И говорят Ёльт Ну вот да Для Операции с JSON Подходит Ёльт Потому что уже XML отвалил Ну прикольно С которым был XSLT Язык А теперь появился Джейсон И для него есть Джольт Или Ёльт И да Ключевые моменты Очень простой язык Для решения большинства Джейсон проблем Но есть и трудности Некоторые Джейсон преобразования Практически невозможно Реализовать На самом деле На самом деле Там в комментариях Под этой статьей Большой Небольшой Не очень много комментариев Но чуваки-то Срут Что типа Чувак Куда Но не OpenCL Go Иди Но не Rust И пишут Действительно Очень странно Но упоминать Дину Не Rust И там чуваки-то Каждый свой язык Еще толкает Там все прям Ратуют CoffeeScript Не прижился Но есть достойная Замена Эльм Странно Что в песке Нет Джулия Но при этом Есть Модлаб Ну тут пошло Тут вообще пошло Холивары Прям холивары Пошли Да Напишите У нас тоже В комментариях Просто интересно Узнать Какие вы Языки считаете Перспективными В будущем 2017 Вообще в принципе В будущем На самом деле Плюс один Всего у этой статьи 24 плюса И 23 минуса То есть как бы Не очень высокие показатели Но мы все равно Обсудили Потому что нам Его предложил Илья Илья Если бы не Илья Мы бы вообще Вот бы Согласен Где бы мы были Дальше Статья опять Очередная Про JavaScript Причем Казалось бы Мы должны долго Ее с тобой обсуждать Но я не хочу А это Димон Прокомментировал И причем Это с Hacker Noon Да Димон Причем С маленькой буквы Почему-то Опять с Hacker Noon И уважаемые подписчики Могут заметить Что я эту статью Не залайкил А че это? Ну не понравилась Она мне так сильно Как могла бы И говорит В принципе Вот JavaScript Новичкам Нужно Here is a few tricks And traps That JavaScript Beginners Should probably know of Так Вот говорит Какие должны Несколько трюков И трапов То есть ловушек Знать JavaScript Начинающий Первое Хоть раз Пробовали Что-нибудь сортировать С помощью функции Sort И я напоминаю Массив 1,2,5,10 Это сортирует 1,10,2,5 Понял По первому Сумболу Да И здесь Шутка Сразу Thanks, bro Как бы Ну Нахрен бы Такое не надо И в принципе Есть как бы Способ Sort А, B А, B А, минус B И это Грубо говоря Сортировать В сорт Всегда можно Передавать Параметр По которому Так скажем Сортировать Так и точнее Ну короче A и B Это каждая пара чисел И как мы будем Ее сортировать И мы сортировать Что A минус B То есть A больше B Прямую Потому что По умолчанию Он сортирует Как строки А не как цифры Ну да Поэтому собственно Единичка Потом единичка Нолик Да 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 Второе Новая функция Date Просто чудесная И это естественно Cup of A Sarcasm Да Потому что Если не передать Аргументов Возвращает То что сейчас Если передать Один аргумент То это Плюс Сколько Миллисекунд Прибавить К первому января Семидесятого года Ну Unix Time Unix Time Да Но Если передать Один 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 То это будет Первое февраля Девятьсот первого года Потому что Первая единичка Это один год После девятисотого Не девятьсот Семидесятого Как до этого А девятисотого Все таки Второе Это второй Месяц Февраля Ну просто потому что Как бы Нахрена Месяц С нуля Индексировать То есть здесь Январь это ноль Угу И последняя Единичка Это конечно же Первый день месяца А не нулевой Почему-то Ну то есть здесь Прям тупняк Что месяцы С нулевого Одни все таки С первого Ну вот я пока На протяжении Вот этих двух там Пунктов Мне пока кажется Что это просто Такие вещи Которые надо запомнить Ну да Да И так Это собственно вещь Tricks and traps Ладно Окей Идем дальше Самое главное Date 2016.1.1 Не добавит Как в предыдущем Варианте 216 К 900 А просто будет Значит 2016 Хорошо Replace Does not replace Функция Replace Не будет Делать Замену Замену Всех Букв Только первый Хорошо И для того Чтобы сделать Всех Надо регулярку Передать Что ОГ Л ЛОЛ Да Тогда Заменит все Careful With comparisons Аккуратнее Сравнивайте Не надо Сравнивать Тройным Равно Массивы Потому что Два массива С одинаковыми Элементами Внутри Это не два Равных Массива Это просто Два массива С одинаковыми Элементами Внутри То же самое Можно сказать С объектами Даже с пустыми Объектами Два пустых Объекта Это два Разных Пустых Объекта Пятое Массив Это не Примитивный Тип То есть Нет такого Типа Массив В джаваскрипте Там все Объект Ну не все Конечно Даже функция Правда Это объект Но вот Массив Это тоже Объект Чтобы вы Понимали Можно конечно Проверять На массивы Как обычно С помощью Метода Из Array Прототипа Array Передавать Туда My War Но как бы Да Type Of Никогда Не покажет Array Всегда Будет Объект Ну У массивов Плоджерс Замыкание Выглядит Это Отлично Наверное Знаете Из интервью Вот этот Вот вопрос Как сделать Замыкание Замыкание Чтобы Несколько Раз Вызвать И будет Каждый раз Следующая Итерация Потому что Если просто Три раза Вызвать Замыкание От Разных Цифр Все равно Будет 10 Окей Ну можно Во-первых Использовать Let Вместо Var То есть Экмоскрипт Шестого Хреновина Var Он скоупится Внутри Ближайшего Функционального Блока А Led Внутри Любого Блока Который Так скажем Сейчас Является Закрытым Хоть в цикле То есть Led Он будет Внутри цикла А var Все-таки Внутри Функции Поэтому Вот такая Вот хреновина И Альтернативно Можно использовать Bind Метод То есть Забиндить Что Вызывать Вот отсюда 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 Короче говоря Есть Много разных способов Поправляйте меня Дживаскрипт Гуру Я опять Неправильно Чего не говорю Пишите в комментариях Унижайте меня Влавствуйте А мы перейдем К седьмому пункту Опять Кстати Про Байнд Можно Вот такую Проблему Решить Что Если мы Создаем Foo Dog И сразу От него Вызываем метод AsyncGrid То будет Undefined Полный Потому что Непонятно К чему ему Передавать Оказывается А надо Через Байнд Делать И тогда Не будет никаких Проблем с такой Конструкцией Так Короче Прям До свидос Нормасик Да Причем Байнд Можно делать Как в Вызове Самого метода AsyncGrid Так и в Самом Конструкторе В конструкторе Мне кажется Намного Более Логичным Это сделать Ну Лично По моему Хотя Есть еще Fat Arrows Новая Для Экмоскрипт 6 Конструкция Которая Передает Контекст И можно Вообще Без Байнда Обойтись Что This А потом Then This Grid И он Тот же Самый This Будет Использовать Короче Космос Вывод Такой Выгод В принципе Много Уже Наверное Знаете Про Джаваскрипт Можете В интернет Что-то Выкладывать Но Изучайте Дальше Может быть Будет Еще Круче Ауриль Херве Какой-то Выложил Я не знаю С какой Он Страны Но Вот так Вот Ну Замечательные Типсы От Пацанов Я думаю Это Надо Выучить Чувакам Которые Джаваскриптеры Дикие Согласен Я думаю Большинство Уже И выучил Скорее Просто Потому Что Наверное Это На всех Этих Интервью Спрашивают Когда Ты устраиваешься На Джаваскриптер Да Как там У тебя 1970 Давай Три Замыкания Подряд Через Че Если Ты не Сказал Либо Лед Либо Бинт Короче Либо Как Хочешь Там Это Сразу Все Давай Иди Сюда Поэтому Да Знайте Это Все Следующая Тема Как Научить Продажника Говорить С разработчиком Вот Такая У нас Тема Тема Опять же Хабра Только Тут Почему У нас Мобильная Версия Хабра Приложена У меня В слайке Слоаке Не Сохабра А вот Именно С m.habr Habr.ru И Тем не менее Статья Достаточно Интересная Но Как Бы Она Состоит Из шуточек Из шутеечек И Нужно Их Как бы Для себя Переработать В голове Чтобы Какие-то Выводы Построить Поэтому Давайте Господа Сосредоточимся Давай Попробуем Я даже Позволил Себе И удалил M Из названия Строки Все-таки На обычном Хабре Читаю Хорошо Много Себе Позволяешь Помогу Так вот Как этот Нигер Да Суть Какая То есть Автор Считает И Скорее всего Правильно Делает Что Продажники Не всегда Правильно Доносят Информацию До Разработчиков То есть Те люди Которые Представляют Продукт Те люди Которые Пытаются Продать Продукт Возможно Еще Не Сделанный Который Еще Будет Только Делаться Пытаются Навязать Какую-то Разработку Кому-то Что-то За деньги Вот Те Самые Продажники Они Неправильно Говорят Со своей Командой Неправильно Дают Указания Неправильно Может быть Считают Сроки Например Вот Мы Сейчас Посмотрим И Допустим Первый Пример Это Первая Такая Тема Поиграем С договоренностями И сроками Как неправильно Говорит Продажник Как неправильно Он говорит Я уже Пообещал Клиенту Что справимся За два Месяца Вместо Года Придется Немного Ускориться Может быть Бесплатная Пицца Поднимет Вам настроение Как Программисты Воспринимают Это дерьмо То есть Какие мысли У них Это вызывает Представляю Представляю Сцену Из фильма Техас Скоряне Звезня Бензопилой Если Распилить Продажника На две Части То продажу Двоится Ведь так Как правильно Нужно Продажнику Говорить Уважаемые Разработчики Что Реально Сделать За два Месяца Это Сразу Такой Вопрос Как Неправильно Мы Считали Что Затраты Будут 1м Но Придется Сделать Все З 0 4м Еще Клиент Хочет Дополнительный Функционал Это Как бы Неправильно Так Говорить Продажники Какие Мысли Это Вызывает Отлично Давайте Наймем Аутсорсер Из Бангладеш Они Там Разве Знают Java Не Уверен Они Пока Ищут Того Кто Знает Английский Зато Очень Дешево Как Правильно Говорить Уважаемые Разработчики Что Реально Сделать За 0 4 Я Обращаю Внимание К Прошлому Как Правильно Уважаемые Разработчики Что Реально Сделать За 2 Месяца То Есть Всегда Нужно Советоваться С Командой Понятно Что Они Могут Сказать Меньше Дешевле Дороже Ну В общем Изменять Сроки Могут Лениться Начать Но Вам Как Продажнику Не Как Менеджеру Я так Понимаю Менеджер Это Человек Который Будет Заставлять За Такие То Бабки За Такой То Срок Как Неправильно Это Очевидно Что Эта Кнопочка Должна Махать Крылышками Хрюкать И при Этом Выполнять Запрос На Портал Госуслуги Через API Нужно Доделать Ее Как Мы Договаривались Так Неправильно Греть Мысли Это Вызывает Такие Мы Тут Сей Команды Уже Год Ждем Когда Закончатся Ваши запасы Галлюциногена Но похоже Вы подрабатываете На химическом Заводе Как правильно Вот ТЗ на доработку Давай оценим Опять же Давайте оценим То есть Все Такое Пример Из жизни Заказчик решил Разработать с нуля Свой скайп Типа Продажник верил Что мы сможем Ведь один Его знакомый Стримил Майдан А все Работало А еще Он нашел Полно готовых Модулей Для передачи Видео И аудиопотоков Аналитик На встрече Потребовал Исследовательский этап Со стартовым бюджетом Проект двинулся Но продажник Что-то приуныл Что-то приуныл Ведь проценты Совсем не те А клиенту Разбили его Фулл HD мечту И не важно Что доморощенный Скайп лагал Как черепашка Без ножек Да Тут страшные вещи Пишут Скайп только лучше Вот на этом В принципе Уже можно и это Да-да-да Следующий пункт Гиперактивность Назойливость И пропадание Это со стороны Продажника Имеется Так Как неправильно Письмо в пятницу В 18.30 Продажник присылает Нужно до понедельника Приготовить слайды Конец света Горим В пятницу В 18.30 Какие мысли это вызывает Окс Спросили А про что слайды Ждем уже месяц ответа Звонили Напоминали Умоляли Не могут придумать Про что слайды Да Как неправильно Снова письмо В пятницу В 18.30 Конец света Горим Нужны те самые слайды Они должны были Быть про холодец И щебень Какие мысли вызывают Мы уже поняли Что вы пишете Из химического завода Продолжаем Но все же Что это Что это за чертов щебень Ответ Уважаемые коллеги Нахожусь в отпуске Буду недоступен В две недели Как правильно Надо говорить На самом деле Уважаемые дизайнеры Пришлите образец Брифа По слайдам Не могу понять Что хочет от нас клиент Везде надо Уважаемые Говорить Надо везде Уважать Да Во-первых Команду разработки Я не буду Зачитывать Пример жизни Там опять же Все про Про скайп Типа скайп И только лучше Дальше Спутанность сознания Образное мышление То есть Такое как бы Когда Господин продажник Вообще Витает где-то в облаках Как витая пара Да И он Достаточно Эмоциями Видимо думает Как баба Практически Если короче Если Если продажник баба Как неправильно Так Мы Продали клиенту Систему за 10 лямов рублей В нее будет интегрирован Прокат горных велосипедов С магазином деревянных костылей Поскольку инвалиды Редко ездят На горных велосипедах Мы предложили Добавить приложение Для слепых детей Как бонус Продали интеграцию Веселого Шиномонтажа С геймификацией Пока ты сидишь в очереди Тебя развлекает Радостный клоун Какие мысли Это вызывает О боги За какие грехи Я здесь Почему Вы не устроили Меня главным Технологом На химический завод Как правильно Уважаемые разработчики Вот вам ТЗ На прокат велосипедов Остальное обсудим После завершения MVP Ну это прям сильно круто Да Но такой продажник Он видимо Ну просто Слишком прямолинейный И это правильно Так и должно быть Вера в единорогов Напоминаю Надо сразу говорить Нет Не получится Нет Никаких постараюсь Никаких я подумаю Нет Все нет Да Вера в единорогов Как неправильно Но вы же профессионалы Вы же должны знать Как сделать интеграцию Горных велосипедов Кастылешин Монтажных клоунов И слепых детей Какие мысли это вызывает Разбудите меня Я же сплю Ведь правда Правда же я сплю Ну пожалуйста Пускай будет Будто бы я сплю И сейчас проснусь Ну то есть Люди вообще У них шок Как правильно Уважаемые разработчики Вот вам ТЗ На велокостыле Щеноклоуны Оцените реализуемость Врать Когда вообще не надо врать Как неправильно Так вот Я пообещал клиенту Что у нас полно Знакомых клоунов И спецов по костылям Найдите срочно Я не буду Что это вызывает Вызывает просто дикость Но вы понимаете Как правильно говорить Боюсь соврать клиенту Поэтому решил Проконсультироваться с вами Предоставляем ли мы Костыли Велосипеды И клоунов Улучшим Подожди То есть надо Не только Сказать им по другому Но еще И не врать клиентов Перед этим Перед этим Сразу не сказать Что чувак У нас все есть Клоуны Костыли И вся вообще тема Да Улучшим лучше Ускорим быстрое Как неправильно Давайте переделаем Этот уже утвержденный Макет Ведь он станет Еще лучше И клиент полюбит нас Еще больше Как неправильно Понятно Мысли вызывает Сделай добро И получи новые 20 раундов правок В подарок Согласен Да Это реально Примеры жизни Могу даже я Рассказывать Но да Как правильно Я знаю Как сделать этот макет лучше Я верю Что это поможет Мне лучше продавать Кто-нибудь тут готов Мне его помочь Переделать Только не кидайте В меня мебель И я забыл дома Каску Ну то есть Все равно Такое лучше Даже и не говорить Да Скорее всего Да Нужно постараться Как неправильно У нас нет ТЗ Нужно постараться Бюджета не хватает На этот функционал Нужно постараться В эти сроки Невозможно уложиться Нужно постараться Какие мысли это вызывает Нет сил Как же хочется придушить вас Нужно постараться Как правильно Давайте вместе подумаем Что нужно сделать Чтобы исправить ситуацию Ну Это тоже на самом деле Не менее провокационная фраза Да Когда уже все понимают Что исправить ситуацию Очень сложно Даже мягонько Об этом говорить Все равно будет Как бы жестко Ну да В общем Ну и вывод Естественно Такое что Надеюсь продажникам Стало хоть чуть-чуть Понятнее Как их понимают Те Кому теперь придется Все это разгребать Почаще повторяйте себе Деда Мороза нет Подарки под елку Кладут родители Разработчики Не волшебники И не умеют доставать Готовые проекты Для клиентов Из большого черного цилиндра Практически вжух И вот проект Да Прикольно Ну вот такая статья Идем дальше Следующая Это между прочим Нам Елена прокомментировал Этой статьей Так Следующая статья PHP Mailer Уязвимость Достаточно быстро Пробежимся Просто уязвимость Нам Нерон Инсомниус Предложил эту тему И он собственно Пишет всю Новость У себя в комментариях В опенсорс библиотеке PHP Mailer Нашли Деру Ставящую под удар Миллионы сайтов На WordPress Дурпал Джумла И здесь Статья о том Что реально Деру нашел Чувачечек В PHP Mailer И вот в этом Опенсорс библиотечке Которая в принципе Есть в WordPress И в Дурпале И в Джумле Да он много где есть На самом деле И это Опенсорсная библиотека Я ее прям подтягивал Даже когда просто На PHP проект Написал Ну вот Господин Давид Голунский Ну какой-то там Участник сообщества Legal Hackers Он Legal Hackers То есть он Ни хрен собачий По словам исследователя То есть Давида Уязвимость Открывает возможность Для удаленного Исполнения кода В контексте Пользователя веб-сервера И как следствие Компрометации Целевого веб-приложения Аутентификация Для эксплойта В данном случае Не требуется Я не буду сейчас Вдаваться по подробности Я немножко просто Проскроллирую Эм Тут где-то Короче есть Была тема Про то Как это происходит И там типа знаешь Для эксплуатации Уязвимости Можно использовать Такие общеупотребительные Компоненты Как форма для Контакта Обратной связи Регистрационная форма Механизмы для сброса Пароля Отправки Эмейл С помощью Уязвимой версии Класса Где-нибудь Где-нибудь Что-нибудь Апдейт Релиз Сделать Хотя Вот Вот я не помню Чтобы вордпресс Выпустил Секьюрити Апдейт В это время Вот да И как вот быть Я не знаю Хочется как-то Пойти и обновиться Вот да Хочется пойти и обновиться Вот такая В общем статья Смотрите Бойтесь Последняя Я так понимаю Новость Из-за Заработочки Какая у нас Разработка Долгая Охренеть Михаил Из Владивостока То есть Далекая Темка Мы уже Первую Ты от него Обсудили От Михаила Из Владивостока Поэтому Обсуждаем вторую 100 days of code Challenge Как относитесь К этому Показуха Или поможет Развиваться Всем успехов В новом году Тебе тоже успехов Спасибо что комментируешь Пишешь На free code camp Новость И наши подписчики Видят что я ее Залайкал На free code camp Тоже работает Логинка с medium Только на UX design CC Она не работает И здесь там Чувак Александр Коловай Пишет о том Что Коловай Коловой Кого хочешь Выбирай Ты имеешь Видимо да Ему Лень там Стала В канале И мне Стало Хреново То что Я так Медленно Программирую Я решил Себя задрочить И придумать Есть же Сейчас Много Типа 100 дней Дизайна Типа Чувак Каждый день Должен В течении 100 дней Выкладывать Какой нибудь Дизайн Так И вот он Такой же Про коды Решил сделать В новом году Говорит Ну допустим Я верю ему Да И говорит Ну Включает это Семь пунктов Первое Я буду кодить Хотя бы Один час Каждый день Я буду Твитить Свой прогресс С хештегом 100 days of code И писать Типа На каком дне Я сегодня Нахожусь Третье Я форкну Репозиторий 100 days of code На гитхабе И буду туда Весь прогресс Вываливать В свой форк В смысле Если Я кодю Как работа То я не буду Это считать Как бы Ну Как тот самый Челлендж Потому что Надо вне работы Да Я буду считать Только те дни В которые я Хотя бы Чуть-чуть Времени Просветил По строению Каких-то проектов А не которые Я Учил уроки Или туториал Ну то есть Взять туториал И проделать его Это не считается Ну да Легко Слишком Вот да Если В принципе Я Еще Все время Видимо Каждый день Да Каждый день Как минимум Двух человек Пытаюсь вдохновить На том Чтобы они Поучаствовали В 100 days of code Ну видимо Пытаюсь вдохновить Это хотя бы Один твит Кому-нибудь Отправить Эй чувак Участвуй И все Я правда не знаю У него за 100 дней Это получается У него как минимум 200 друзей Должно быть Не имей 100 дней А имей 200 друзей Ты имеешь в виду Видимо да А я считаю Что для таких людей Это неподъемное Согласен Так вот И я В принципе Пропущу день Только если Что-то очень важное Появится И когда я Начну заново Ну то есть Приступлю На следующий день Я вот тот день Который пропустил Считать не буду Ну это очевидно В принципе Ну и он сразу тут Ну 1 января Короче не очень начинает Поэтому я начну С третьего Понятно Ну и он в принципе Говорит нам А для нас то Что может сделать 100 days of code Ну и тут очевидно Что Кодинг станет Ежедневной привычкой И я согласен Я думаю Если 100 дней Подряд себя заставлять Хошь не хошь Потом рука-то Начнет дергаться Чтобы кодить Согласен Ну наверное Будут те люди Которые Сотый день Прям Дембельнуться Да Как в тюрьме Как с тюрьмой Выйдут Откинуться И больше вообще кодить Не буду Идут в магнит На кассу работать Тогда зачем Вообще взяли Этот челлендж Вопрос Ну как бы Потому что челлендж Хорошо А челлендж Аксептед Потому что Да Так вот И из-за того Что типа Ну это продолжение На самом деле Предыдущего Продолжение руки Да Продолжение предыдущего Если каждый день Кодить Каждый раз То ты уже будешь Так скажем В тонусе И тебе будет проще Учить более сложные Какие-нибудь темы Потому что ты уже В принципе базово Легко делаешь Но как бы Ты когда тренируешься Я на самом деле Здесь Не видно Да Саня показывает Кулачками Как надо тренироваться Да Я типа тренируюсь Кулачками в воздухе То мне Намного проще Будет брать Более сложные веса Чем просто с нуля Подойти И сразу Пожать от груди 60 Логично Если я каждый день Жму 50 То мне Значительно проще Это будет сделать Третье Вы заводите Хороших друзей Которые вместе С вами Целями Задаются И так далее Целями Вам помогут Ну Согласен Да Наверное Так и есть Четвертое Проекты Которые вы делаете Вот так вот В маленьких Каких-то перспективах Они за эти 100 дней Вырастут Скорее всего В что-то более крутое И Вы их сможете Прям показывать Всем Это пятый пункт Уже Вы можете Портфолио Своё составить Из реальных Проектов Показывать Тут смешно Ладно Потенциальным Работодателям Но ещё и Своей семье Отлично Семье Это наверное Прям будет Больше всего Интересно Эти проекты Ну дадут Попрактиковаться С теми концептами Которые В принципе Часто Во время Разработческих Интервью Возникают Знаешь Что-нибудь Базовое Типа Как будет 2 плюс 2 В джаваскрипте Если не использовать Байнд Какой-нибудь Опять же И ты Как бы В реальной работе Тебе Зачем не использовать Байнд Ты его берёшь И используешь А тут Когда ты уже Будешь изгаляться И пытаться Ты уже С большей вероятностью Попробуешь Что-нибудь Эдакое Седьмое Ваш профиль На гитхабе Будет выглядеть Активным А типа Да На это Эйчары Смотрят Ну и тебе Самому теплее Будет Ну согласен Смотри У тебя там Вскрываешься У тебя там Зелёненькие Штучки будут Да Тёмно-зелёненькие Даже как FreeCodeCamp Вообще Наконец-то Поборич Говорит Страх Начинать Новый Кодинговый Проект Потому что Как бы Это станет Для тебя Совсем Обычной Вещью И последний Девятый Пункт Наконец-то Будет причина Не прокрастинировать И кодить Каждый день Ну он гений Вообще Ну и здесь Классические заводочки Если вам понравится Залайкайте Всем удачного Нового года А ещё Идите И примите Челлендж Двитните Что я Наконец-то На 100 Days of Code И так далее Короче Как ты думаешь Слезал ли он Этот челлендж У 100 Days of UI Вот этой вот Хрени Я не знаю Слезал или нет Просто он так Выглядит Как будто он Включился Не как будто Он это полностью Прям придумал Ааа Может быть Может быть Мне так кажется Но я не готов ответить Нас спрашивают Что мы думаем По этому поводу Мы думаем Что круть Я тоже думаю Что круть Всё лучше Чем по подъездам Колодца Во-первых Во-первых Да А во-вторых Ну реально Если вы уже Хотите быть программистами Час в день Это понты Это же не В 100 days of UI Там надо каждый день Прям по Интерфейсному Какому-то Моментику сделать Я думаю Вот например Саня Наш с тобой Общий знакомый И собственно Ведущий рубрики Иллюстратор Что-то там Что-то там Да Он это могёт Быстрее чем за час Нахреначить Ну слушай Будем о нём Хорошего мнения Я не знаю Может быть Первые пунктики То да А потом Он возможно Будет себя усложнять Чтобы ему Интересненько было Давай Короче ладно Я понял тебя Короче кодить Просто лишний час В день Это по прикольщику По моему Очень круто Мне нравится Я считаю Что молодец Чувак И то что он Нас всех призывает Это как сказать Начинание конечно Хорошее Но участвовать В нём я конечно Не буду Следующая тема Уже из светских новостей Начинаем новый блок Светские новости Короче говоря Новость От Александра Вот он не Александр А он Александр Как Амперсанд Но тем не менее Сколько бы мы не ржали Он предложил Лучшую тему В этом выпуске Как я считаю Я вот Если бы это Если бы можно было Выбирать Какая лучшая тема Я выбрал вот эту бы тему Не знаю почему Из-за имени автора Да Кстати Имя автора Александра Тян Неплохо Уже прям заявка На победу В нашем конкурсе На лучшую тему Вот именно Это уже как минимум Посмотрите сколько Александр Предложил Александру Тян Вообще отлично Я начал чувствовать себя Виноватым Голландец позволил Украсть свой телефон Чтобы проследить За действиями вора Я просто вам расскажу Немножко предысторию Небольшую Во-первых Выглядит он Ну видимо Это не он Я не знаю Может быть это кадр из фильма И нам сейчас Соловян опять подскажет Что это Кто-то что-то Но в общем Энтони Вандер Мейер Чувак голландец У него один раз Сперли айфон И она такая А чего это вообще Я там у меня же В айфоне-то столько Инфы личной Так Что вообще Ворд узнает сейчас Обо мне Это обосрался Сколько всего И он решил Знаешь что сделать Он такой думает Я сейчас возьму И специально Один свой телефон Новый возьму И специально Короче телефон Потеряю Но не потеряю А чтобы у меня его украли Так Он короче Положил его в бэгу Это сколько у него денег Что он может просто Позволить себе Еще один телефон купить И сделать чтобы его украли Но я думаю У него он отбился По эмоциям И был на кончиках пальцев Потому что дальше Слушай Второй телефон Он взял андроидовый И он сделал так Что вот в андроиде Я не знаю как Наверняка В ios Такая же тема Короче Есть Клиентская инфа Точнее Инфа Типа на телефон Инфа типа клиента И инфа типа телефона Так Вот две инфы Инфа типа клиента Она Ну как контакты На сим-карте И на телефоне Да Она сбрасывается практически Каждый раз Когда ты выключаешь телефон Или там симку вытаскиваешь Вот такое А Инфа которая на Телефоне Ну в смысле Инфа которая на Вот на материнке Ну я понял да Ее надо просто пипец Там перепрошить Перехренить Просто обосраться Что сделать Чтобы короче Это все скинуть Вот Он специально зашил Прогу Которая будет следить За телефоном Потому что Find my iPhone Легко вырубается С помощью там Вытокания симки Или еще чего-то там Но на айфоне А на андроиде Короче он вот это Зашил прям хардово Так А у него Первый-то интересно Айфон украли или нет Да Первый вроде как Айфон реально украли Ага Прикол Так Он что сделал Значит все Он вот такой вот Себе супер Дупер девайс Сделал Шпионский Угу Я так понимаю Он стер все о себе Что там было То есть Ну в смысле Это просто свежий Дефайс Там ничего и не было Он специально его купил Чтобы подставиться И Положил в бэгу В каком-то торговом зале Я хочу вас Акцентировать Небольшое внимание Дело происходит В Голландии Так Четыре дня Он пытался сделать так Чтобы его телефон Украли в Роттердаме Я одного не понимаю Если у него до этого Его так легко украли Че вдруг тут-то Ему четыре дня Возможно Айфон более лучше Чем Айндроид сраный Вот Я к этому и клонял Но ничего не получалось Четыре дня подают В Роттердаме Потом видимо В Поппингагене еще Тогда он решил Поппингагене Видимо в Амстердаме Видимо в Амстердаме Лучше воруют реально Там упарываются сначала И потом видимо воруют Уже да Несмотря на то Что каждый день В полицию Амстердама Поступает около Семнадцати заявлений О краже телефонов Энтони Пришлось ждать Семнадцать часов У нас бы мне кажется Сразу через пять минут Сперли еще в Роттердаме Согласен Я просто А че Как он провоцировал Мне их интересно Он просто положил Бэгу Открытую видимо А может быть закрытую С телефона внутри Я вот вижу здесь кадр Так скажем Из фильма Восемь сорок двадцать Который вот этот Угу И там прям у него Так светится телефон И он прям открыт И прям телефон Оттуда подтарчивает Ну возможно Да да Так вот Рассказываю дальше По специальной программе Он смог отследить Что вор там Врубает телефон Ходит Бла-бла-бла И там понимаешь Суть в том Что короче У него настолько Прошитый андроид был Что он мог вообще Все делать Слушать звонки Слушать аудиозаписи Смотреть кому он звонит Смотреть короче Все видос Смотреть Че он записывает Какие фотки Фоткает То есть он полностью мог Хранилищем телефона Управлять так скажем Ну я вижу Что он даже После того как вор Ставил в телефон Новую сим-карту С арабским номером Он мог смотреть Про смски И вообще Да и он видит Что типа вот Вор он ничего не удаляет У него с телефона Он просто пользуется Его телефоном По сути И он пишет Не очень-то здорово Понимаешь Что вор вот так просто Просматривает все На твоем телефоне Понимаешь Ну вот Он смог так же Сфотографировать Лицо вора Возможно вор Он сам даже Свои селфачи бомбил Тоже может быть Вот И он просто Из хранилища Хоп-хоп-хоп-хоп И телефон добрался Аж до Франции Города Молюс До Франции Видимо там чувак Вот этот вот Жил Что самое главное Я сейчас здесь Дальше буду зачитывать Потому что там Очень крутая история Начинается Потом В тот день Мужчина там Вернулся в Аностердам В общем он типа Путешествует Тот за ним следит Каждый день Он продолжал Сохранять все Фото Видео Смс И контакты Но мужчина Ничего не снимал На камеру Но все фотографии Энтони Которые были на смартфоне На момент кражи Все еще были там Он удалил их Только спустя 2 недели Ну видимо чувак Вообще не запаривался Не запаривался Там же какой-то реально Полубомж Старик какой-то хрен его знает Изучив историю звонков Парень решил узнать Кому именно звонил вор Энтони Позвонил на один из них Оказалось Что это был номер Какой-то женщины Предоставляющей Интимные услуги Позже На телефоне Также появилось Видео личного характера На которых Мужчина сидел на кровати Совершенно голый Через какое-то время Вор начал добавлять В телефон Свои контакты И общаться через смс Чем больше данных Я получал о воре Тем больше сочувствия Я к нему испытывал Мне начало казаться Что я действительно Знаю его Я не думал Что вор был Обычным преступником Мне даже стало жалко его Днем он гулял по городу А по ночам Спал в приютах Для бездомных Или у друзей Мне показалось Что он одинокий И грустный мужчина Вероятно Мужчина был из Египта Судя по его разговорам С друзьями Он очень серьезно Относился к своей религии И молился каждый день Однажды Он отправил сообщение Своему другу У него не было денег Даже на автобус Неужели он и правда Был настолько беден Я заметил Что он часто Квал деньги на телефон Я понял Что это отчасти Потому что Я использовал Его мобильный интернет Я начал чувствовать Себя виноватым Как-то ночью Пока он спал Я положил ему Деньги на счет Это все Уже страна Деградировала По полной Через какое-то время Энтони потерял Связь с телефоном И решил проверить Несколько мест в Амстердаме Куда ходил мужчина А тот видимо Знал же куда он ходит Это досвидос В одном из домов Он лично встретился С вором Лицом к лицу Аш Тет-а-тет Я впал в ступор Внезапно Наши взгляды столкнулись Он вот этот фильм Который он снял Про это Это с актером С каким-то было интересно Или он это снимал Прямо именно снимал Я не знаю Внезапно Наши взгляды столкнулись Передо мной был Совершенно другой человек От грустного И доброго мужчины Которого я думаю Не осталось ничего Я понял что та связь Которая как мне казалось Между нами сложилась Была односторонней То есть он сам влюбился Вора А вор то нет Его агрессивная аура И запах конопли Убедили меня в том Что я не знаю этого человека Я быстро выключил камеру И убежал Ниже можно посмотреть Документальный фильм Документалка То есть здесь все реально Вот так вот Вот такой вот Энтони Ну это гениально Я считаю Этот чувак следил за бомжом Просто Понимаешь Вот у нас По технологии бы все сделать Все Сразу бы телефон этот Продали Замотали Его бы там как нибудь Полностью Там был бы левый Вообще совершенно Десятый человек Который это купил Да Да И он то уже бы И хардово Все вышел Из этого телефон Перепрошил До свидания И просто было бы неинтересно Следить за человеком Который левый Ну какой то Просто чувак Какой нибудь гопай Купил там В салоне Ну и нахрена нам это знать А тут то чувак Он жизнь жил В притонах спал Ну вообще да Деградирует страна Я начал чувствовать себя виноватым Все До свидания Короче реально Итак Флэш умирает Следующая новость Более серьезная И еще более короткая На самом деле Потому что Ни для кого не секрет Что флэш умирает Та самая технология Которую еще в 2007 Похоронил Стив Джобс Лично когда сказал Мы больше не будем Это использовать в своих девайсах Пошли вы в жопу Верните мой 2007 Верните мой 2007 Будем использовать HTML5 И прочие прочие Новые технологии Сейчас они уже Ни хрена не новые Поэтому собственно Сам Adobe Flash Уже и ни хрена И не жив Скорее Мертв чем жив Я бы так сказал Здесь есть классная картиночка Из комикса Флэша видимо Что он такой I can't die this way Он типа не хочет умирать Он читает сам про себя Видимо комиксы И ржешь А Флэш This is your death Ему смешно Вот это прикольно Да вот есть Небольшой абзац Про то что Стив Джобс Сказал что мы больше Не используем Это естественно Очень сильно повлияло На Флэш На вообще на развитие Точнее на упадничество Флэша Здесь есть вот некая диаграммка Где джаваскрипт растет Более менее А джаваскрипт Более менее падает Фу джаваскрипт Адоб флэш падает Вот Собственно что еще можно сказать В декабре Что вбило гвоздь в крышку Вот последний гвоздь В декабре 2016 года в декабре То есть совсем вообще свежачок Сама гугл Объявила что в новой версии Браузера хром В качестве дефолтной технологии Будет использована HTML5 Причем проигрывание элементов Графики использующих Плагины адоби Будет блокироваться И запускаться только С разрешения пользователя Пока еще до полного исчезновения Адоб флэш Далеко Но рано или поздно Это скорее всего произойдет В этом случае Достаточно значительная часть Контента В том числе Некогда известные мультфильмы Типа Масяня Видимо И другие объекты Сетевого искусства Станут недоступны Для пользователей Мне просто интересно Они очень сильно обещали Что в соцсетях Они не будут это делать То есть если ты смотришь Флэш с фейсбука Например С фейсбук Так То это скорее всего Ну те самые приложения В фейсбуке То есть там Игры например Или еще какие-то хрени Их нельзя блокировать Потому что ну как бы Те самые приложения В которые ну Они должны быть флэшем Это не реклама Ну наверное будут какие-то Останутся версии Старые браузеры С помощью которых Можно будет еще Ну старые понятно Но вроде как обещали Ну ладно Это не суть В общем вот так Что вы думаете По поводу того Что флэш дайс хард Напишите нам в комментариях Здесь прям пишут Что есть проекты Которые заняты Поиском Сохранением Всех флэш документов То есть Масяне Видимо да И не только И игры Игры престолов Во флэш Игры где охотники Ааа Те самые Да да Тоже согласен Из кустов Когда на тебя набрасываются Ааа Вот с такими звуками Когда они набрасываются Последняя тема Из светских новостей Это на самом деле Еще более страшная новость Чем про голландца И про флэш Конец халяви I know what you download И нам это предложили С очень шутеечным Таким комментарием Илья прокомментировал Только заходите Со включенным в VPN А если серьезно То что думаете И как бы Илья хотел Чтобы мы не палились Но мы спалились Мы зашли И статья На хабре На гектаймсе Простите Про сайт Который называется I know what you download Dot com Точка ком Да И это пацаны Которые Сделали вот Некую технологию Некую сервис Так скажем Скорее Я буду называть сервис Который Можно это назвать Снифит Снифит Списки торрентов По определенной технологии Которые Качаются Ближайшие В ближайших С этого IP С этого IP И с ближайших IP У соседей То есть Короче Вы берете Открываете Ссылоньку Спокойненько Вот у Сани Можно легко Открыть У него не страшно У меня Когда открываешь Там страшно Но у Сани Вот я открыл И у меня только Разрушитель легенд Все сезоны 142 гигабайта И как бы Я так понимаю Это просто у тебя И все Да Это просто Ну не все 142 у меня У меня там Какой-то только сезон Пол сезона Скачено Вот А у меня Короче У меня все соседи Видны Все порно С соседями Практически Вот То есть В принципе В принципе Это достаточно страшная штука И пацаны Из I know what you download Они даже на сайте У себя написали Господа Мы-то можем Это ну Это вообще продавать У нас у них есть такое Самое главное Знаешь что Что вот люди Которые у нас комментируют На сайте В WordPress Их айпишники Сохраняются Можно смотреть И мы можем посмотреть Что Илья смотрит Например Который прокомментировал Мы не будем Конечно Это делать Мы не будем Это будет В прямом точно не будем Сейчас-то после этого Вот Так что имейте ввиду Больше комментариев Я не буду На сайте Я чувствую Согласен Здесь есть очень много Про то Как они что делают Как они снифят Действительно Через какие списки Как они смотрят Очень технические Такие вещи О которых В принципе Если вы хотите узнать Можете почитать Статья у нас есть В ссылках в описании Вот Но тем не менее Вот такой страшный сервис Пацаны хотят на этом зарабатывать Пока говорят Что хотят зарабатывать Ну Через Через Рекламные сети То есть Грубо говоря Когда рекламная сеть Покупает у тебя Какие-то данные То есть Айпишники И Что скачивает Чех Чтобы показывать Определенную рекламу Но И в том числе Скорее всего Они могут это продавать Каким-нибудь фейсбешникам Почему бы нет Да Тем более Что здесь уже даже есть Всякие варианты С Что использовать Чтобы не спалиться Вот да Понимаешь Понимаешь То есть Я так как знал Как это Ты так как знал Когда порнуху качал Я Когда Когда тор браузер Я использовал Я как знал Что будет такая шняга Что будет такая шняга Ладно Научпоп Господа Нерон Инсомниус Продолжает И он продолжает Между прочим Про VR Я не знаю Он уже предлагал нам Про VR или нет Уже было когда-то От него Думаю да Кто-то предлагал А он Не он Он нам много Что предлагал И даже если это И было про VR То Пусть Следующая статья Она такая Как вам сказать Я обзорно Расскажу про нее Но Вы лучше почитайте Потому что там Ностальгия И небольшой такой Ликбез в историю Вообще VR Здесь тем более Не про веб Поэтому мы сильно Углубляться не будем Но здесь Рассказана история Как развивалась Вообще Виртуальная реальность От такого девайса Как Сенсорама До Virtual Boy То есть Не до наших дней Не до PlayStation VR Не до HTC Vive Вот А всего лишь Ну вот Какой-то кусочек Такой до 90-х Расскажешь Что такое Virtual Boy Короче Сенсорама Пацаны Вообще Там чувак один Сейчас я зайду С начала Чувак один Короче Мортон Хейлик Американец Он как бы режиссер И ему в принципе Было интересненько Экспериментировать С записью видосов По-всякому Поэтому он подумал Что А что бы кстати Не сделать такой эффект Как будто ты сидишь Реально в кино Прям внутри кино Там сидишь И он на всякую Супер камеру Экспериментировал Короче Ржакал И Это он По-моему Все-таки Это он Видимо это его Все-таки изобретение Да Хейли Хейлига Да Он запатентовал Некую Через 7 лет После того Он прикалывался Со всякими там Очками Немножко Ржакал Сенсорама Вот такой девайс Вижу да И сразу покажи Фотографию Сенсорама Есть Я в смысле Перелистнуть на вторую Да Ну нет Ну такая Черно-белая Реклама Ну неважно В общем Вы видите Как это употребляется Почему нахрен Черно-белая В сепии Ну в смысле Да Просто там Кроме сепии Есть еще и Самое дерьмо Квадратное Есть Там можно Перелистнуть В карусельке Да Да Вот Короче там Сам собственно Видимо Хейлик Да Это сам Хейлик Он с супер Там камерами Вот И в общем Сенсорама Это такой супер Девайс Не переносной Нихрена Ты в нем сидишь Как в автомате И короче Смотришь туда И получаешь удовольствие Ну такая технология В общем Она естественно Сильно не поперла Никуда Была дорогая Ну я так понимаю Он так горд собой был Он был горд собой И пацаны Его подхватили Другие пацаны Некий Филко Хэтсайд Они по-моему Сделали тоже Какую-то дикую Дикую Вот такую Стереоскопическую Гарнитуру Которая уже Более хай-течно Выглядит В 61 году Ну там уже Стоит чувак Прям в очках И там уже С помощью башки Можно было управлять С собой То есть Сенсорами Ты просто смотрел И наслаждался Да А тут Ты уже мог управлять Тоже как-то не поперло Потом был Дамоклов меч Это прям так называется Технология Дамоклов меч По-моему Кто-то из них Был Под военными Ходил То есть Пацаны Военные Всегда мечтали А нет Это будет дальше Нет Здесь тоже написано Что хэтсайд Долгое время Остался тайным Военным проектом О нем стало известно После рассекречивания документа Свободную продажу Прибор Так никогда не поступал Да Ну вот Потом был Дамоклов меч Который тоже Очень тяжелый девайс Который тоже Надевается на башку В основном все это Про шлемы В основном все это Про шлемы И про автоматы Огромные такие хрени Вот Тоже было Было прикольно Было качественнее Чем раньше Но не так круто Как вообще В принципе Могло бы быть Дальше Эксперименты С вымышленными Мирами В 70-х Опять же Опять же Был некий Виси Эй Эс Эс В КАС Вот этот В САС Или просто Супер Кокпит Чуваки Учились на нем Летать На самолетах То есть Это был тоже Вот по-моему Как раз Заказ Жутко страшная хрень Это вот знаешь Когда показывают Какие-нибудь Нацистские эксперименты Что они там Что-нибудь С мозгом Приращивали Да с мозгом Там в Гималайи Летали НЛО Искали Вот они в таких Возможно летали Да Это просто Как бы ну Штука на которой Учится летать Авиасимуляторы Грубо говоря Просто у тебя Больше погружения Больше реальность Так скажем Быстрее Глубже Сильнее Точно Дальше Уже в 80-х Когда Компуктеры Стали стоять на столах У многих людей Ну по крайней мере В Америке Господа Из Атари Даже Даже не то что Компуктеры Я так понимаю И консоли В том числе Господа Из Атари Задумались Атари Это как раз Консолями Занимались Поэтому Да Хрен их там Разберешь У них и игровые Автоматы Даже были Вот именно Почему бы Не сделать Такую хреновину Которая тоже Опять же Будет Делать вещи Погружать вас В виртуальные Реальности Они это сделали Сделали Вот А они сделали По-моему Они сделали Какую-то Перчаточку Ну называется Data Glove Да Которая может Просчитывать Всякое Ваши руки Ну в том числе Я так понимаю Вместе с очками Тоже То есть Вы своей рукой Можете как манипулятором Управлять В той самой Виртуальной реальности Где вы находитесь Но вроде как Манипулятор был Сраный Под конец Они хотели Чтобы он считал Много всяких Движений То есть Там много положений Пальцев И всякого говна А он там считал Только там Три положения Каждой фаланги Знаешь Ну в общем Такое Ну слушай Я вот даже Прерву тебя на середине Не в смысле Что заканчивай А в смысле Что не терпится Мне сказать Что охренеть Оказывается Всегда там Что-то делали Что-то мутили Причем Реально Что-то типа Крутое Делали Но как бы Было так коряво И смешно Но всегда видимо Хотели Вот к этой фантастике Тянулись Что VR Блин-блин Погрузиться Круть-круть Бабки состоит Еще со всех Чтобы продать Да-да В 90-х В 90-х Пацаны из Sega Задумались Над тем Что сделали Sega VR И как бы Я вот такое Вообще не думал Что с Sega Еще что-то могли сделать Но сделали Тем не менее Какие-то там тоже очки Которые тоже Что-то показывали Если хотите Почитайте конкретно Там еще Еще какие-то пацаны Сделали Virtual И они настолько Их мало купили Что их Все еще Можно купить То есть Их столько Наделали Но так мало Купили Что они Все еще В продаже Это смешно Подожди Там раньше Еще была Перчатка для NES Для Nintendo Entertainment System То есть Для Dendika Power Glove И там Снабдили ее С джойстиком С дополнительными Кнопками И использовать Можно было Только в двух Играх Super Glove Ball И Bad Street Brawler Ну в общем Да То есть Опять же Игры Игры Контента Не было Под такие Девайсы Не пилили Далее Далее Virtual Boy Virtual Boy В том же 95-ом Компания Nintendo Предприняла Вторую После Power Glove Попытку Обосноваться В VR-сегменте И снова Провал Налицо Была технологическая Отсталость Virtual Boy На котором Запускались Только 32-битные Игры Представляешь Как смотреть Виртуальную В которой 32-бита Ну Скорее всего Не очень Круто Я бы все равно Посмотрел Это прикольно На контрасте С первой PlayStation Шлем Nintendo Выглядел Конечно Футуристично Но его возможности Были слишком Ограничены Возможно PlayStation 1 Больше даже Могла Чем Вот Эта хреновина Но PlayStation 1 Она уже не то Что 64-битная Она может еще Круче Она все Могла Но там можно Был в Морталик Играть Нормальный Согласен Согласен Вот Поэтому Вот такая История Про виртуальную Реальность Почитайте Вообще Чтобы ты понимал Эмулятор геймбоя Называется Virtual Boy Ух ты И мне вот Теперь интересно Это вот оно Какая-то Отсылочка Какая-то Или что Напишите в комментариях Если вы в теме А если вы Virtual Boy Идем дальше Следующая Последняя статья В NotchPop Она Про мозговые Эффекты И Статья Она Как вам сказать Как будто У автора Мозговые Эффекты Тоже какой-то Есть свой Мозговой Эффект И он По поводу Этой статьи Собственно Тоже Как-то Разлился Потому что Мозговые Эффекты И он пишет Продолжаю Рассматривать Аспекты Передачи И генерирования Сообщений Которые могут Быть полезны Бойцам Офисного Фронта Чем полезны Как полезны Видимо Я должен был Читать его Предыдущие Статьи Да Видимо Но он По UX Не сделал Вот вы Наверное Читали Мои Предыдущие Статьи То 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 Тык 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 Гипер Ссылочки Но нет Как-то Не удалось Мозг Людей Работает Примерно Одинаково Потому что Имеет Доисторическую Прошивку Поэтому Можно Делать Обобщение Как Он Работает И здесь Есть Несколько Эффектов Он Это Называет Мозговые Эффекты Эффекты Вот Эффект Дайенга Крюгера Например И короче Говоря Это Эффект О том Что Люди Которые Нихрена Не знают Лол Скильные Пацаны Они О себе Ну и О своем Скиле И Вот Вообще Том Чем Они Занимаются Думают Очень Много Вот Я В принципе Дохрена Умею Потому что Он не знает Ничего Что происходит Он знает Там Один Раз Один Плюс Два Знает И он Знает Что это Три И все Ему Ничего Не надо И он Профикус В этом Типа Ты имеешь Ввиду То что Можно Одной Поговоркой Сказать Что Чем Позже Чем Больше Ты Знаешь Тем Ты Больше Понимаешь Что Ты Ничего Не Знаешь Да А вот Тут Наоборот Когда Ты Мало Знаешь Тебе Кажется Что Ты Крутой Да Люди Которые Много Знают Они Наоборот Занижают Свои Как Бо Возможности Свои Точнее Конфиденс Есть И если Вы Нихрена Не Знаете Experience Nothing У вас Вообще Вон Какой Конфиденс Уверенность Себе Чем Больше У вас Экспиренс Так Сразу У вас Все И Падает Конфиденс Подпадает Но Кстати Говоря Он Примерно Выравнивается Если Когда Вы Супер Эксперт Вот Такой Вы Уже Понимаете Чего Что Все Таки Что Шарите Ну Это Сверху Про Noble Price Пишет Так Что Видимо Это Когда У тебя Noble Price Тогда Ты Уже Эксперт Ну Да Следующий Эффект Эффект Зейгарника Или Эффект Зейгарника Просто Человек Лучше Запоминает Прерванные Действия Чем Завершенные Ну И да Это 100 тысяч Примеров Я просто Это Знал Просто Вам Приведут Пример Который Я Помню Если Хотите Прочитайте Что Здесь Он Допустим Официант Он Всегда Помнит То Че Ему Заказали У Него Заказали Но Не То Что Он Уже Принес Даже Если Лимончик Да Если Лимончик Заказали Он Помнит Что Вот Эти Люди Скорее Лимончик Потому Что У него Так Память Устроена В принципе У человека Память Устроена Не То Что У Официант А Просто У всех Грубо Говоря Это Круто Круто Что Короче Запоминать То Что Еще Не Выполнено Как Только Он Лимончик Поставил Нарезочку Отдал Все Он Моментально Вылетел У него Че Там Было Когда Там Было Вот Ну Вроде Как Бы Оно Их Похрена Вроде Как И похрена Да Вроде Как Не Похрена Ну Там Вообще В этом Пункте Написано Что Чтобы Вот Этот Эффект Так Скажем Чтобы Он У Тебе Не Развивался Чтобы Тебе Не Казалось Что Ты Ни Хрена Не Просто Ни Хрена Не Делаешь И Не Выполняешь Записывай Свои Задачи Отмечай На Под Пунктам Дели Типа Ты Выполнил Какую То Задачу Сделал Ее Отметил Ты имеешь ввиду Все Методики По Планированию Деятельности Они Все Таки Работают Ну Как Факт Идем Дальше Эффект Ложного Консенсуса Это Короче Тема Про То Что Люди Думают Про То Что Все Люди Одинаковы Люди Склонны Полагать Что Все Остальные Думают Точно Так Же Как Они Сами Что Их Собственное Мнение Верование И Пристрастие Значительно Более Распространены В обществе Чем Это Есть На Самом Дели Ну И Вот Просто Это Ложный Консенсус Что Все Люди Думают Что Ну Блин Все Как Я Да Мне Бесит Эта Кнопка Я Уберу Всех Она Тоже Бесит Да Если Мы К Разработке Помоги Отвечаться К Дизайну Эффект Подтверждения Уверенность В гипотезе Может Заметно Повлиять На Воспринимаемую Степень Ее Подтверждения Как Только Вы Начинаете Догадываться Каков Будет Ваш Ответ Только Вы Приписываете Большую Вероятность Тому Что Вы Ответите Так А не Иначе Вы На самом деле Уже Решили То есть Грубо говоря Когда Вы Уже Решили Что Ну Это Сто Пудово Верно Даже Когда Ты Кокетничаешь И Тебя Спрашивают Санек Какой Ты будешь Телефон Покупать И Ты Начинаешь С того Что Ну Какой Все Решил Что Айфон Ну Да Хороший Пример Борьбы С Эффектом Видимо С Эффектом Решение Задач Стиля Эйнштейна Ну И Там Короче Реально А Или Это С Каким Другим Эффектом Там Короче Тема Про То Что Нужно Делать Задачки Это Про Эффект Подтверждения Да Да Видимо Делать Задачки Короче Там Была Тема Про То Что Эйнштейн Грит Сколько Типа Потратишь Там Такую Задачу Грит На 55 Минут 5 Минут Буду Решать 50 Минут Буду Исследовать Что Это означает На Практике Потраченное Время На Конкретизацию Обернется Выигрышем Так Как Не Будет Дискоммуникации Потери Времени И Буллщита Неплохо Кстати Как мы Обсуждали Ранее Все Так Он Свою Предыдущую Статью Здесь Показал Дальше Эффект Дру По Мысли Но Опять Своими Словами Это Просто Когда Вы Все В группе Находитесь В основном Люди Стараются Так Скажем Без Острых Углов Обходить Соглашаться Друг С Другом Приходить К какой-то Общей Точке Зрения Чтобы Никому Не Обидно Было Как Это Называется Поэтому В группе В основном Истина Сложнее Рождается Там Рождается Не истина А консенсус Чтобы всех Все устраивало Но по факту От истины Это может быть Очень далеко Поэтому Групповое мышление Лучше не практиковать Видимо Так часто Что Где Когда Там Все группы Думают Отвечает Конечно Друсь Так они Думают Да Эмоции При передаче Сообщений Тоже Это Как бы Такой Эффект Когда Ты Эмоционально Что-то Передаешь Точнее Тебе Допустим Может быть Эмоционально Задача у тебя Заряжена Как-то Эмоционально И ты просто Основываясь На ощущениях Так скажем Выбираешь Ответ Который Неверен Потому что Ты думаешь Не Ну тут Это Что-то Плохо Совсем Тут Хорошо И ты Не думаешь Уже О Правильности Ты В основном Эмоционально Как-то Решаешь Вот такой Эффект Бывает То есть Надо Внутреннюю Бабу В себе Приосаживать Как коней Да Ментальные Ловушки Особенности Нашего Поведения При которых Затраченная Энергия Превосходит Полезную Работу То есть КПД Деятельности Ну это Просто Когда ты Сидишь Короче У тебя Такой Эффект Что Блин Я сейчас Не буду Делать Эту задачку Ее сделаю Потом Откладываешь Бла-бла-бла Но вот Это Про Оно И Это Собственно Последний Эффект Я так понимаю И все Просто Чувак Расписал Про Эффект Вот Предпринимать Так скажем Действия Чтобы у себя Отловить Эти эффект И либо Их использовать На собственном Вооружении Либо Наоборот С ними Бороться Чтобы они Тебе не мешали Жить Да Ну вот Ну и несколько Тем слушателей Господа Тем слушателей Наконец-то Мы подошли К ним И первое Это Роман Прокомментировал Привет К ролику Видимо К ролику Какому А Как быть Крутым Фронтенд Инженером Вот к этому Ну вот да Грит Не смотрит Особо Слушает Видимо Но слушает Я в этом Потому что Грит В кругу Семи Сидит И смотрит Господин Роман Опять же Смотрит Игру Престолов И Тру Детектива Да Неплохой Выбор Я не знаю Зачем Я вообще Первый абзац Прочитал Но тем не менее Спасибо Что слушаешь Хотя бы Хотя бы Что Ты в принципе У нас Участвовешь Причем Есть мнение Что Это мы Так поняли Что он Слушает А может Он и не смотрит И не слушает Да Но просто Спасибо Что хотя бы Пишешь комментарий За это Спасибо Всегда Да И он спрашивает А чуваки Типа это Как живет Фронтэнщик В городе Челябинске И вообще Что из себя Представляет Этот город Глазами Разностороннего Человека Мне очень Любопытно Вся инфа Сводится К суровым Мужикам Понятия Ну Почему он спрашивает Про Челябинск Потому что Мы из Челябинска Собственно Опять же Фронтэнщик Я просто от себя сразу Сразу быстро отвечаю Легко Как в КВН Цк-цк-цк Ну давай Досрочный ответ Фронтэнщик в Челябинске Живет Я думаю Примерно так же Как в любом другом городе Не Давай так скажем В любом другом городе Кроме допустим Там Ну Москвы Предположим И Питера Например Что в Питере пить Да А в Ростове Шикарный плюхищ Суть В том что Если ты Работаешь Фронтэнщиком В Челябинске Ж То есть Не на удаленке Где-то У тебя просто будут Соответственно Другие зарплаты Соответственно Ну Все Все то же самое Только Только ниже уровнем Чуть-чуть Понятно Вообще все одинаково Все во всех городах Не в столичных Примерно одинаково Да Если ты работаешь Удаленщиком То опять же Вообще не важно В каком ты городе находишься Если ты удаленно У нас Вот например У нас в компании Много людей удаленно работает И как бы Люди которые из нашей компании Допустим Уволились Что-то удаленно работает Слышишь что проходит Какая-то движуха Сам я конечно На них ходить не буду Вот Но в принципе Живется хорошо Заскучать нихрена не дается Театр Кинотеатр Да Зал органной музыки Ну и если Опять же Филармония По местоположению смотреть То конечно Климат у нас реально суровый Потому что в Москве У вас будет там Плюсы зимой И так далее И так далее У нас все таки До плюсов не доходит В основном У нас еще он Резко континентальный Резко Часто меняется Сухой Да И как бы такой Тяжелый Поэтому Все здесь есть Даже парки есть Озерный край у нас Урал Можно культурно Отдохнуть в области Все время Чем многие занимаются Практически как Чикаго Там пять озер Или сколько там Да Но пять озер Это у нас другое Это водка Да Да все Ну и последний комментарий И будем завершать Собственно подкаст От Валерия Бурова Он говорит Соляночку нам подогнал И первая собственно Соляночка про Руби У одного буржуя Из мира Руби Стрел Хе-хе И это я должен был Посмотреть Но не посмотрел Давай тогда Перейдем к следующей Ну солянка и солянка Следующая тема Она общая Я обещаю Через неделю Посмотрим Хорошо Следующая тема Общая И она вся Посвящена одной Личности То есть Герману Клименко То есть Тому самому Советнику Президента По интернетам Так вот Герман Клименко В двух Аж статьях Нам приложили Тут в солянке Отрицает Что Ютуб Уйдет из России Как мы Недавно говорили Что может уйти И Герман В общих чертах Говорит Что это Скорее касается Не Ютуба Потому как Закон О кинотеатрах В основном О том Что 20 Только 20% Так скажем Вот этих Онлайн кинотеатров Или просто кинотеатров Неважно Должны быть С Заграничной Как сказать Владением С заграничным владением Или как-то так Типа То что Только 20% В России Может Отходить На сторону На запад Бабки Которые Вот зарабатывают Онлайн кинотеатры Или просто кинотеатры В интернете Вот Из-за этого Типа Ютуб может уйти Потому что Типа Ну он Как бы Как кинотеатр Бла-бла-бла На самом деле Клименко Говорит Что нет Это все фигня Ютуб Это скорее Как он любит Выражаться Это скорее История Про наш контент Скорее Вот Это именно История Про контент Который заливают Люди Не про кинотеатр Не про кино Вот А те самые Кинотеатры О которых Идет речь Ну то есть Нет Все таки Кошмар Да Он еще Не разговаривал Говорит Еще Переговоров Не было Посмотрим Как это реагирует Но скорее всего Все Все в основном Кто хочет Работать с Россией Кто хочет Деньги зарабатывать Они здесь Просто ложку Свою откроют Открывают Ложку Это не проблема Это не великие Деньги Просто видишь Здесь Принцип Тот Что ты платишь Налоги Типа И в Россию Да Я-то понимаю Отлично И соответственно Чего и хотят добиться Люди Которые принимают Такие законы Вот Ну вот в общем Вот такие Обе статьи Про то что Герман Климент Сказал что Все нормально Здесь вот просто В комментариях Все срут Типа Я вот не понимаю Неужели чиновники До сих пор не понимают Что запрет сайта Нельзя обойти И это пишет Аноним Самое главное И очевидно Что можно обойти Но это рынок Не сделает Нельзя построить рынок На людях Которые обходят запреты Потому что Они точно так же И монетизацию Будут обходить Они не будут обходить Запреты кинотеатров Денежных Так скажем Они будут обходить Запреты торрентов И там на торрентах Это все скачивает На торрентах Не знаю как правильно Ну короче говоря Смешно это все Обойти то можно Но чиновники Отлично знают Что На тех Кто обходят Денег не заработаешь И поэтому Все эти меры Они реально действуют Которые вот К ютюбу применяют Да Ну и заключительная Такая штука Просто посмотрим сайт Который посвящен Пятидесятилетию Германа Клименко Слушай Я бы не сказал Что он как бы Выглядит Не молодо Так скажем Но я бы не сказал Что прям 50 Согласен Я тоже не ожидал Среженький чувак Ему полтосик Исполнился Ему замутили сайт Так как он интернет Интернетный человек Не как Владимир Владимирович А все таки Шарит Могет Вкшки Вкшится В фейсбуке Фейсбучится Вот такой сайт Интересный Здесь душевный снежок Пиксельартный Такой сайт Да он пиксельартный Это типа Герман сидит И здесь Чтобы ты понимал На первом экране Мышечка такая Нарисована У него под ногами Типа надо скральнуть Да нужно немножко Скральнуть И ему здесь сразу Я вот это зачитаю Остальное не буду Герману Клименко 50 С днем рождения Герман Специально к твоему юбилею Это ты где читаешь Это если не скральнуть Если контроллер сделать Понял Давай Специально к твоему юбилею Большая команда Друзья Коллеги Партнеры Единомышленники Дизайнеры Верстальщики Разработчики Собрались тут вместе Чтоб поздравить тебя И там он такой сидит На лавочке На фоне Собора Того самого Московского И я так понимаю Там можно в принципе Разглядеть даже МГУ Или это хрен Ну МИД МГУ Здесь сборная солянка Из вот этих зданий Которые по одному проекту строились Да, душевно Снежок Да, душевно идет снежочек Наверняка именно он и вращает кулера Которые вращаются У вас На ноутбуке Согласен, да Если скральнуть Вряд ли вот этот вот Чат бабл Который у него из телефона исходит Да Если скральнуть То можно Напасть на 48 поздравлений От Разных Различных крутых людей Из интернета Почему-то 48 Возможно еще допишут Два Возможно сам Владимир Владимирович Допишет Хотя он не интернетный человек Не компьютерный, да Да Он там много Что пишет Всякого там Его поздравляют По-всякому В общем Разные люди Что хотел еще сказать Можно еще Заскралировать Еще вниз Совсем вниз Я уже на рабочий стол свернул Но сейчас заскралируем Не важно Не важно Ладно Там кнопки социальных сетей Я их тоже показывал Можно решать Отлично Все Вот такая вот Приятная последняя новость Очень веселая Радостная Теперь про обойку Господа Да Я скидывал ее или нет? Да, ты скидывал У меня просто тут Чат Да В общем Давай говори Что думаешь Я думаю Что наш подкаст Это синее Вот это вот Свечение изнутри Оно конечно Чуть-чуть чернеет Кое-где Кое-где говнецо Проступает Вот этот налет Но вот сам наш Именно подкаст Он вот внутри Этого фьорда Внутри вот этих вот Скал ледяных И пытается пробиться Оттуда наружу Как древнее зло А подписчик Это вот чувачочек Который идет И он сейчас В одной из дырок Синих провалится туда И похалывает Нормально Согласен В одну из наших тем Возможно Герману Клименко Куда-нибудь Самую не синюю дырку Провалится Самую коричневую Да И напишет там А вы что Не знаете Что можно обойти Запреты С сайтов Так что да Круто Да Круто Спасибо всем Что слушали Смотрели Я вам подскажу Запрет Какого сайта Можно не обходить Eubdesign.ru Поэтому подписывайтесь На нас В всех соцсетях Вконтакте В твитере В фейсбуке В инстаграме В гугл плюсе На ютюбе Ставьте нам пальцы Вверх Пишите комментарии В айтюне Ставьте звездочки Пишите отзывы Обязательно Регистрируйтесь У нас на сайте Предлагайте темы И увидимся Уже через неделю Удачного всем дня Пока Давай пока